С вами канал СмартПицца и всего... Он запульнул в него осьминога? Чиполох осьминогом! В часовом выпуске я покажу вам самые удивительные и пугающие случаи с животными, которые сняли на камеру. Вы увидите страшные и жуткие встречи человека с опасными хищниками. Преследование со стороны тигров, медведей и носорогов. Опасные случаи с китами и крокодилами. Встреча с разъяренным слоном... Крокодил, да? О, лисица. Я всегда говорю, что я такая, что у меня особых фобий нет, кроме боязни высоты. А когда вижу крокодилов, меня аж передергивает, у меня мороз по шкуре. Я такая, господи, как хорошо, что я не живу там, где крокодилы. Ля, барыня, вы так забавно лежите. Хотел тебя пощекотить, когда тебя крокодил кусякает. Но это... Такой думаю. Мне, кстати, всё-таки очень нравится, что получилось микрофон в итоге вот сюда переставить. Всё, она передумала тут быть. Пощекотила пузяка. Это не я, батут использовал. Да. Потому что когда микрофон всё-таки здесь... Мы говорим в него плотно. Плотно, близко. И звук такой более плотный, он более приятный всё равно. Угу. И лисой зомби. Сегодня я подобрал для вас множество захватывающих, интересных и даже смешных видео, которые вас точно... Я не сразу понял, думаю, что это овцу подымает, а она залезла в кач... в ка... в качелю. Впечатлят всё самое удивительное в этой подборке. Бля... Да за шо? Медведь и велосипед. Речь пойдёт не о милых цирковых медведях, а о диком звере, который явно недолюбливает велосипеды. Камера была установлена на шлеме мужчины, который решил запечатлеть свою поездку по лесу. Велопрогулка проходила идеально до тех пор, пока из Чеши... Обычно пёсели испытывают лютую ненависть к велосипедам. К любому движущемуся транспорту. По факту. Даже если это бегущий человек. Так что имейте в виду... Особенно, если это бегущий человек. Когда ты бежишь, ты являешься транспортом. Соблюдай правила дорожного движения. Да-да-да. Навстречу бедняге не выскочил бурый медведь. Ездок тут же налёг на педали, надеясь сбежать. Но медведь был явно голоден и зол. Несмотря на все усилия, велосипедист смог лишь немного оторваться от преследователя. А тут ещё и ветка, переградившая путь. Мужчину спасли лишь его реакция и чистая удача. Осознав, что продолжать путь на велосипеде он не сможет, герой видео бросил его прямо на дороге и бросился в чащу, где укрылся за деревьями. Медведь к тому времени немного отстал. Обнаружив велосипед, животное покрутилось на месте, но мужчину не заметило. Затем в глубине леса послышались звуки, похожие на выстрелы. И косолапый решил удалиться. Повезло, повезло, челу. Вот так вот, поэтому сраная... Хотел сказать, не оставляйте сраные ветки, а потом это же грёбаный лес. Ветром просто сломала и она упала. Я бы не сказала, что у меня есть прямо трипофобия. У меня просто эти кластерные отверстия вызывают тревогу. Ну, это, видимо, какая-то версия трипофобии. Такой, думаю, по идее трипофобов тогда должны ещё леопарды пугать. Я сейчас посмотрела на этого гепарда, и его пятна на данном снимке выглядят как кластерные отверстия, и мне стало не по себе. А мне абсолютно нормально. Не, ну, конечно, если вот смотреть на свою руку, и у тебя рука вся в кластерных отверстиях, это, конечно, пиздец. Звучит страшно. Что? Что, сжалось, что ли? Я к тому, что это... Ну, получается, наверное, у тебя какая-то это есть... Какая-то стадия трипофобии, раз оно тебя так это немножко... Немножко цепляет, потому что я абсолютно нормально к этому отношусь. Меня это очень беспокоит. Встреча с Большой Белой. Подводные пейзажи – одно из самых завораживающих зрелищ на нашей планете. Однако, нужно иметь крепкие нервы, чтобы опуститься на глубину, не имея возможности себя защитить. Нервы, да-да. А защита, как доказывает это видео, не бывает лишней. В толще воды движения человека становятся замедленными и неловкими, поэтому этот дайвер поздно заметил, что прямо рядом с ним кружит большая белая акула. Капец, он обосрался. Мне кажется, ей вообще на него похер было. Да, ей было на него похер, потому что если бы ей было не похер, она просто на него накинулась. Но акулы на людей не то чтобы кидаются, ну если человек не истекает кровью, конечно. Там очень много, а надо, чтобы звезд сошлось, чтобы акулы напали на человека, на самом деле. Ну да, я про кровь сказал, и то это не факт. Это может быть прям вообще миф-миф. Ну по идее, насколько я слышал, что да, кровь их привлекает. Они все-таки хищники. А на обычного человека, ну как бы, смысл ей накидываться. Особенно если она совсем не голодная. Многие упускают просто еще из виду такой фактор для хищника, как голод. Потому что абсолютное большинство нападений происходит из-за двух вещей. Страх и голод. Собственно говоря, знаете, что я могу сказать? Голодные люди тоже накидываются на людей. Отогнать ее гарпуном, который был у него в руках. Хищница отступила, но почти сразу же вернулась. К счастью, все закончилось хорошо. Познакомившись поближе с гарпуном, акула потеряла интерес к дайверу, и тот смог забраться обратно в лодку, где предупредил товарищей об опасности. Она прям за ним плавает. Возможно, она была просто заинтересована им. Но человеку-то все равно страшно. Да, но она и опасалась. Потому что крупная добыча – это крупные проблемы. А человек довольно-таки крупная добыча. Иногда атаковать человека могут не одно, а сразу несколько животных. Причем автор этого видео даже не провоцировал их на агрессию. Он просто оказался посреди звериной драки. Во время заплыва на каяках в Новой Зеландии, туристы стали свидетелями борьбы между осьминогом и морским львом. Привлеченный зрелищем, один из гребцов решил подплыть поближе и тут же получил по лицу осьминогом. Капец, закусились, блин. Огромные щупальца приземлились прямо на лодку. Сбрасывать обратно головоногой пришлось при помощи весел. Повезло, что морской лев не боролся со жгучей медузой или рыбой ежом. Укус за укус. Коров считают одними из самых милых и безобидных животных. Это один из страхов детства в деревне. Что тебя укусит корова? Что тебя забодают и затопчут. Ну да. Легнет, забодает, затопчет. Или укусит. Так же и с лошадьми у меня опасение от лошадей, что она тебя может либо легнуть, либо взбрыкнуть и скинуть, либо укусить. Почему-то забывают о том, что даже самых миролюбивых существ не стоит дразнить. Эта девушка, видимо, решила покормить теленка, но не подумала о том, что вместе с травой он может прихватить и ее пальцы. Почувствовав боль, девушка нашла весьма оригинальный выход из положения. Укусила теленка в ответ, в надежде, что тот от шока выпустит из пасти ее руку. Мне интересно, это фотошоп или она правда так рот раскрыла? Да. К сожалению, но... Господи, если у нее так хлебало растягивается, еб твою мать, что ты за монстр? На месте теленка мне бы стало очень страшно. Хотя мне кажется, что это фотошоп. Что ты за этот как-то... Что ты за питон такой? Мне кажется, фотошоп просто растянули и при этом... Ну да, похоже на фотошоп. Взгляд, потому что примерно тот же. На видео эту нелепую сценку снять не успели, а жаль. Ходят слухи, что пальцы остались целы и с девушкой все хорошо. А это главное. Ясно. Решили оставить собаку одну в заведенной машине? Зря. После просмотра этого ролика вы дважды подумаете перед тем, как позволять четвероногому другу сесть на водительское сиденье. Представьте, что подумает полицейский, когда прибудет на место аварии и обнаружит за рулем животное. Причем в буквальном смысле. Именно так и случилось в этом ролике. Бдительные граждане вызвали полицию, которая прибыла, чтобы проверить машину, которая несколько минут каталась по дороге задним ходом. В конце концов, автомобиль врезался в почтовый ящик и заглох. Каково же было удивление служителя закона, когда он открыл дверь и с водительского кресла спрыгнул лабрадор. Ну да, первая мысль... Ай, язык себе прикусил. Это когда я научусь разговаривать, как нормальный человек. Первая мысль у полицейского была, наверное, что это ребенок какой-нибудь или еще чего-нибудь. Либо пьяный человек. Либо пьяный мужик, да, ну человек. Мужик. Почему сразу мужик? Что я за этот? Что в основном пьяные мужики садятся за рулем. Что за это? По крайней мере, у нас в России у нас в принципе гораздо меньше процентов женщин водит, чем мужчин. Короче, да, чтоб пьяный человек уснул за рулем. Энтого пса пожелал остаться анонимным, однако полиции он признался, что оставил питомцев в заведенной машине всего на несколько минут, чтобы забежать в дом и взять забытые вещи. Кто же знал, что пес мечтал о карьере водителя? Рэмбо не сдается. Местные жители дали этому барану прозвище Рэмбо. И не зря Целых 4 года баран вел себе как ему вздумается Воровал еду других животных Пугал людей и ломал заборы Поначалу Ё-моё, ля какой Рэмбо Это не Рэмбо, а Абудень Беспредельщик Да-да-да Ладно бы они назвали его еще Джонни Ноксвилл какой-нибудь Или Стив О Тогда еще ладно Это больше похоже на них Как раз таки на пранки и всякое говно Или хотя бы какой-нибудь Майк Тайс Тоже как вариант Это казалось забавным, но всему должен быть предел Поселившегося в лесу барана решили поймать Но сделать это долго не получалось Казалось, что в чаще Рэмбо научился жить как настоящий партизан Всех оставленных для него ловушек он ловко избегал Даже самые хитроумные из них он мог попросту проигнорировать Пришлось шаг за шагом прочесывать тот участок леса Который мятежный баран считал своей территорией Но Рэмбо не сдался даже тогда, когда его загнали в Урала Блин, это какой-то фильм ужасов, да? Там уходится баран такой А кстати, есть же какой-то, по-моему, фильм ужасов Про баранов или про этих Про овец-убийц А, ну да Полиция против волков Нет, это не шутка На одной из междугородних трасс экипажам дорожной полиции действительно пришлось прятаться от диких волков Еще бы, ведь на дорогу выбежала разом целая стая Ебать Стоящий на проезжей части полицейский Лишь в последнюю секунду успел сесть в автомобиль и закрыть двери Неизвестно, чем было спровоцировано волчье нашествие Но продлилось оно довольно долго Проезжающим по трассе машинам пришлось притормаживать, чтобы не навредить животным Возможно, волки были голодны или чем-то напуганы Хотя местные жители их появлением явно были напуганы куда больше Причем он попросил человека, которого остановил открыть пассажирское место, чтобы сесть Мне кажется, волки просто перегонялись в другое место охоты Потому что там ресурсов не особо было В том, где они охотились, скорее всего, так Потому что, да, прям вся стая бежала, судя по всему Жег в воду Поначалу это видео выглядит просто здорово Эпичный прыжок в воду с большой высоты снимается камерой GoPro Такие кадры красиво смотрятся Парень, который прыгнул в воду, ожидал лишь снять... Кому-то красиво, кому-то страшно Красивые кадры и испытать положительные эмоции от прыжка Но бонусом ему прилетел дикий испуг После того, как он оказался под водой, рядом с ним проплыла акула В какой-то момент хищница даже посмотрела парню в глаза и, казалось, была готова накинуться на него Акула, но, к счастью, обошлась А вот похожий момент Такой, думаю, посмотрела в глаза и была готова накинуться на него Просто акула в тот момент Не глазами человека, не находящегося там и не испуганного Просто Накинуться просто Даже не приоткрылся рот Просто такая А для меня она выглядела как какая-то плывёжа А, это камера? А я думала, это сова Да Просто я так и думаю, с чего... Как вообще понять по акуле, что она готова накинуться? Ну, наверное, хотя бы рот должен открыться На этот раз героем видео стал дайвер На самом деле, насколько я знаю, они в момент нападения переворачиваются Кузен кверху вроде как и открывают рот Я вообще, я вообще не шаю Пошлась А вот похожий момент На этот раз героем видео стал дайвер К которому сзади подплыла акула Она чуть не зацепила его голову зубами Но в последнее мгновение парень убрал голову вниз Так что... Он не упал, он не убрал голову вниз Она ему дала... Она утюгнула Она ему чапалах дала в затылок носом Челюстью Челюсть утюгнула Мне кажется, это все такое-то... Акула плывет по своим акульим делам А тут хуман какой-то Ну и типа... Так, ты не входил в мои планы Я поплыла дальше Саня, не поверишь, есть такой фильм Называется Паршивая овца Я знаю, что есть такой фильм Про овец-убийц Я просто не помнил, что... Точно ли мой мозг это не придумал А на название я уж тем более не помнил Но теперь вы же знаете, как он называется Это я вспомнил этих козлов-предателей из видеотопы Ну, короче, козлы, которые на лбой ведут А, все, вспомнил, да Я акула туруруру Да-да-да Я просто понимаю, что автор рассказывает, чтобы было интересно и прочее Но он слишком... Закончить начатое, что надо давать своей морде чапалахах? Да, он слишком сгущает краски, как по мне Ну да На самом деле, одни из самых опасных тварей Да, да-да-да Еще очень опасные гиппопотамы Потому что они... Я не помню, гиппопотамы агрессивные очень Носороги агрессивные Это просто машина тупой агрессии, которая мчится на тебя Ну да А гиппопотам тебя еще и сожрать может Да На этот тебе пузов спорит Хотя я не знаю, по правде, будет ли он жрать человека или нет Но по мне он знатно Ну конечно, покусать уж точно Носороги не хищные животные Они славятся своей импульсивностью Зверь может запросто перейти из состояния покоя в режим берсерка Если ему что-то не понравится Такая чисто бешеная тумбочка бегает Что делать в таком случае? Как вариант, можно попробовать забраться на дерево Как сделал этот парень Несмотря на то, что дерево было совсем невысоким Этого хватило, чтобы спастись от разъяренного монстра Блин, бедный носорог У него рога спиленные Это же браконьеры делают Твари бессовестные Да И если они достаточно низко спиливают сильно То это животное вообще может погибнуть Потому что по факту этот рог-то орлен Он снабжается кровеносными сосудами Это он ближе к концу уже состоит из волос Поэтому он, скорее всего, и такой агрессивный еще вдобавок Ну, помимо того, что они, в принципе, агрессивные Людям агрессивные Да Тот смог только сломать ветку После чего убежал Тут похожий случай Увидев, что в его сторону направляется самка-носорога с детенышем Парень быстро взобрался на ближайшее дерево Носороги не умеют лазить по деревьям Уж слишком они для этого массивны Поэтому обошлось лишь испугом Парочка прошла дальше Слава, мать его богу Если бы они умели лазить по деревьям Это был бы шесец Да, а вот медведи умеют Да Сафари Но куда опаснее носорога Бегемот Этот зверь настоящий африканский киллер Да, они челюстями врачный период меряются Бегемот отправляют на тот свет больше людей, чем львы Несмотря на то, что Ежегодно бегемот Этот зверь настоящий африканский киллер Ежегодно бегемот отправляют на тот свет больше людей, чем львы Несмотря на то, что, как и носороги, хищниками они не являются. Этой статистике они обязаны своему буйному нраву. На этих кадрах видно, как проявляется такой нрав. Группа туристов отправилась на сафари, ожидая поглазеть на бегемотов, но не ожидая, что один из них решит устроить расправу. Огромный бегемот с разбегу влетел мордой в машину туристов и, судя по звуку, навес ей нюхи и улющен. К счастью, водитель вовремя среагировал и успел сохранить управление и уехать от бегемота подальше. Причем они довольно далеко от него были и не трогали его абсолютно. Он такой, что-то у меня плохое настроение. Ага, люди! Я вас не звал, идите нахер! Вот преследовать туристов не стал и отправился по своим делам. Зомби. В нашем мире не существует зомби, однако некоторые животные вполне походят на зомби. Я говорю о животных, больных бешенством. Это страшный вирус, который превращает зверя в агрессивное и неадекватное создание, отключая у него возможность есть и пить, лишая его нормальной координации и неминуемо убивая его. Вот так, например, выглядит бешеная лиса, с которой встретился оператор этого видео, живущий в Подольске. Она крипово облизывает стекло, словно пытаясь добраться до оператора. Отсутствие жизни в глазах, жуткое поведение, торчащие зубы. Чем вам не зомби? Не жалко. Ну, чтобы вы понимали, это уже терминальная стадия, очень скоро животное погибнет. Да, оно уже, в принципе, там не соображает даже. Но может заразить, да. Хорошо, что все ограничилось этим. Лиса не пробилась внутрь и осталась на улице. Кстати, считается, что основными переносчиками бешенства являются именно лисицы наряду с собаками, енотами и летучими мышами. Поэтому стоит осторожнее относиться к лисицам. Увидев лису в дикой природе, лучше не подходить и не гладить ее. Вообще, если вы видите дикое животное на улице, хоть где-либо, вообще, даже к кошкам и собакам уличным надо относиться с осторожностью и аккуратно относиться. А уж брать в ручки ежиков, ловить мышей, пытаться ловить крыс уличных, вообще не стоит делать этого. Черепахи, ну, черепахи... А черепах лучше вообще не трогайте, они умрут от ваших прикосновений. Да? Ну, в плане того, что часто раскалывают панцири, например. Ну да. Ну и укусить черепаха может больно тоже. Может. А если она укусит, то нужно срочно промыть рану и поставить вакцину против бешенства в самое ближайшее время. Да? Зоопарк. Панды выглядят очень мило. Неуклюжие. Да, да, согласен. Панды выглядят мило. Пухлые и неповоротливые создания, которые... Я, честно говоря, думал, что панды не хищные. Ну, в плане того, что они именно вегетарианцы. На самом деле я тоже, но, по идее, они все явные. Как и все медвежьи. А то, что, ну, и медведь, это понятно, что это медведь. Например, в этом случае, находясь в зоопарке, это... Просто есть медведи, которые не медведи, а есть медведи, которые медведи. Вот многие называют Каалу медведем, но Каала не медведь. Каала-Куала? Куала-Куала. Куала-Куала клала на Куал. И свой Каал. Ну, знаешь, если одна... Это Каала висит на эвкалипте выше другой Куалы, то такое вполне может случиться. Вообще не удивлен. Которые порой проявляются. Как, например, в этом случае. Находясь в зоопарке, этот парень решил сесть прямо вплотную к вольеру с пандой. Не самое лучшее решение. Бело-черный медведь расценил это как угрозу и напал на парня, начав пропихивать его в клетку. Конечно, расстояние между прутьями слишком маленькое, поэтому парень никак не попал бы в лапы панды, но вот с курткой ему пришлось попрощаться. Повезло, что отделался только этим, Панда ПО взял и отжал куртку. Пара из ссадин. Ну, а панда, заполучив трофей, начала забавно играть с ним, вновь включив режим милого создания. Киты считаются миролюбивыми и дружелюбными существами. Мне кажется, она напала не из желания сожрать на парня, а потому что он типа посигнул на ее территорию. Возможно. А может ей куртка понравилась? Возможно, потому что куртка понравилась. В любом случае, не стоит так близко приближаться. Насколько я знаю, панды еще те барахольщицы. Да, я уверен. Как минимум, один опытный образец барахольческой панды у меня есть. Ну, киты как бы, ну да, они... Они огромные! Они огромные! Смысл в том, что они огромные. Какими бы они миролюбивыми не были, они огромные. Так, но даже такие добряки способны устроить переполох и напугать кого угодно. Киты могут устроить мини-цунами, причинить ущерб дорогой яхте и даже попытаться проглотить людей. Смотрите дальше, я покажу вам самые пугающие и впечатляющие случаи. Ну да, потому что он скорее всего не обращает внимания на этих мелких букашек. Ну так как они цедят криль, они питаются тем, что они цедят криль из морской воды. Ну да, тем. Там особо и не получится что-то проглотить большое. Это раньше были легенды про левиафанов, которые там заглатывали целиком. Города! Ааа! ...с китами, снятые на камеру. Рыбаки. Самое неприятное в китах то, что из воды они выпрыгивают без предупреждения. В некоторых случаях даже сложно предсказать, что вот-вот на поверхности покажется огромный гигант. Насколько я знаю, так развлекаются. Ну да, но он же не следит за людьми, ему же пофиг, он просто захотел выпрыгнуть. Ну как мы идем и не следим за муравьями, которые ползают. Сейчас какие-нибудь муравьи там сидят на своем... Муравьи какие-нибудь сидят там на своем мышином ютубе, делают реакцию на опасные виды людей. Да-да-да. Этот. Что я хотел сказать-то? А ты прикинь, вот что... Вот, ты видел, насколько он выпрыгивает? Как он выпрыгивает? Ты прикинь, на какой скорости, по сути, с какой мощью он толкается и плывет? Какая-то дура. Произошло в случае с этими рыбаками из Нью-Джерси несколько лет назад. Когда они плавали по морю недалеко от побережья, то засняли горбатого кита, выпрыгнувшего из воды прямо перед их лодкой. Ну это не высоко. Пролетел в считанных метрах от судна рыбаков и вскоре плюхнулся обратно. Кит залил лодку водой, но, к счастью, не перевернул ее. В качестве своеобразных извинений вместе с водой он подбросил в судно рыбу. Но рыбакам было уже не до халявного улова. Они были шокированы и невероятно удивлены. Не переставали восторгаться случившимся и даже похвастались перед людьми с соседней лодки, что засняли уникальные кадры. В то же время, по словам рыбаков, они очень сильно перепугались. Испугался. Обосрался. Ведь они пережили один из самых безумных моментов в жизни. Гребля. Подобное произошло спустя пару лет в южной... У меня некоторые лавкрафтянский ужас эти кадры вызывают, когда очень так сверху снимают, люди там типа плавают на лодках всякое такое, а там видно, как под водой проплывают киты. Ух! А под китами видно тьму. Из тьмы такой выглядывает этот самый тот из мема, который хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, взял-взял и испортил мой спич своими смехуёчками. Ну, что? Твой спич был закончен, я решил дальше тебя пугать, а потом посмешнить. Насмешнил меня. Да. Ну, я понял, ну, по факту так и есть. А я, я думала про то, что оттуда Ктулхи выглядывают. Ну, я хотел сначала сказать про Ктулху выглядывающего, но потом решил вспомнить смешные мемы и все засрать. А по факту, да, там же получается прям поднимить майсы, это большая глубина. Да. ...Америке. Там массивный 30-тонный горбатый кит выпрыгнул из воды и совершил сальто рядом со спортсменками, которые занимались греблей на кону. Видеозапись была сделана грибцами, которые занимались у пляжа Баринья в бара Датижука на западе Рио-де-Жанейро. Сначала спортсмены заметили хвост кита над водой, а затем морское существо длиной более 16 метров выпрыгнуло из воды. Приземлившись обратно в воду, кит спровоцировал огромное количество брызг и даже создал мини-цунами. Выглядело это одновременно... Там была маленькая радуга, ты видел? Серьезно? Огромное количество брызг и даже создал мини-цунами. Выглядело это одновременно пугающе и очень захватывающе. Пара. Когда огромный кит выпрыгивает из воды и плюхается обратно, то выглядит это жутко. Становится страшно, даже если в этот момент ты находишься на небольшой лодке или судне. Когда ты находишься по другую сторону экрана и это не рядом с тобой, выглядит это красиво. Это очаровательно очень. Это завораживающе, красиво, удивительно. А если это рядом с тобой, то да, обосраться можно. Что насчет прыжка кита прямо возле пловцов, которые находятся в море? В этой подборке есть и такой случай. В апреле этого года фотограф Патрик Дэвис вместе с возлюбленной решили провести день вместе и поныряли вблизи японского острова Окинава. Отдых проходил замечательно. Влюбленные ныряли и рассматривали подводный мир, а в завершение получили массу удивительных эмоций. В какой-то момент в нескольких метрах от пары из воды выпрыгнул кит. Приземлившись обратно, он мгновенно окатил брызгами влюбленных и заставил их кричать. То ли от страха, то ли от восторга. В любом случае момент выглядит немного жутко, ведь любому станет не по себе, когда рядом с ним возникает такая махина. Как здание. А вот следующей паре повезло меньше. В 2015 году они, будучи туристами, наблюдали за плавающими вокруг кайков китами. Внезапно один из китов выпрыгнул из воды, пролетел рядом с кайком и приземлился прямо возле него. Как подсчитали потом эксперты, масса гиганта могла составлять 40 тонн. Только представьте, каково это, когда рядом с тобой падает такой исполин. Туристам повезло, что он приземлился не на них, однако такой удар все равно смыл их в воду. К счастью, все ограничилось лишь этим. Вскоре туристы смогли выбраться из воды, а спустя еще какое-то время удостоверились в том, что не получили никаких травм. Свой пугающий опыт они описали лаконично. По их словам, они ощутили, что в тот момент рядом с ними словно обрушилось огромное здание. У побережья. Нужен более близкий контакт? Что ж, есть в этой подборке и такое. Если предыдущим туристам повезло не попасть под тело кита, то следующим двум каякерам повезло меньше. Этот инцидент произошел в Калифорнии в прошлом году. Тогда у самого побережья огромный кит едва не проглотил двух каякеров. Животное неожиданно выпрыгнуло из воды с раскрытой пастью и перевернуло лодку. По счастливой случайности необычный инцидент попал на видео. Съемку вели туристы, которые наблюдали за китами под водой на Авила Бич. После... Такой, думаю, может быть, он птичку хотел захватить. Да, мне кажется, он как-то баловался, это неудачно совпало. Вероятнее всего. ...съемку вели туристы, которые наблюдали за китами под водой на Авила Бич. После того, как кит перевернул лодку, над местом события начали кружить птицы в огромном количестве. На этом моменте запись обрывается, но переживать не стоит. По словам очевидцев, другие отдыхающие немедленно бросились к каякерам на помощь. К счастью, в результате пугающего происшествия никто не пострадал. Впоследствии каякеры и другие туристы заявили, что в будущем собираются наблюдать за крупными морскими млекопитающими только с безопасного расстояния. Неудивительно. На лодку. Иногда киты могут напасть на человека или плюхнуться возле лодки, выпрыгнув из воды. Но есть и более экстремальные случаи. Например, в 2010 году любители фотоохоты на морских гигантов едва не стали жертвой объекта своих наблюдений. Они плавали недалеко от южноафриканского города Кейптаун, когда на их яхту запрыгнул 10-метровый южный гладкий кит. Палома Вернер и ее партнер Ральф наблюдали за всем этим с ужасом. Гигант выпрыгнул из воды и приземлился на судно, сломав мачту. К счастью, прыжок получился не очень сильным. Кит не долетел до центра яхты и вскоре соскользнул обратно в воду. Повезло! Палома с Ральфом не пострадали. Южный гладкий кит их не задел, а вот мачту при... Возможно, киты, они воспринимают судно, как этих конкурирующих китов. Кто знает, может быть. И типа решать замахаться. Палома с Ральфом не пострадали. Южный гладкий кит их не задел, а вот мачту пришлось чинить. Пара заплатила за ремонт около 10 тысяч долларов. Ебать. Ну, в принципе, раз у них есть яхта. Представляю, страховая компания такая, короче, которая страховала, допустим, матч такая, там в пункте договора прописано нападение китов. Ну, такое почти никогда не происходит. А потом к ним приходят такие нападения китов. В смысле? А докажите? А у нас видео есть. Встреча с серферами. Вы его подговорили. Это купленный кит. Напугать киты могут и по-другому. Им не обязательно выпрыгивать из воды или ломать мачты, чтобы заставить людей поволноваться. Иногда достаточно просто проплыть под группой людей. И действительно, когда ты видишь под собой огромную тень гиганта, находясь в воде, становится не по себе. Такое... Еще и может выплыть, такой подплывет под тобой своим соплом, подкинет тебя. Улетишь в стратосферу. Не, они соплом могут подкинуть, только когда они прям непосредственно под... Это... Над водой. Ну да, уже почти, практически над водой. Это процесс дыхания. Они выдыхают воздух вместе с водой, которая может там попасть. И вдыхают, и уплывают обратно. Да я в курсе, но он же все равно может такой под тобой подняться. И раз он выдыхает, то тебя выкинет нахер. Случилось в позапрошлом году в Калифорнии. На юге Калифорнии дрон одного из подростков... Ты представь, раньше киты были еще больше. ...снял, как огромный морской обитатель начал приближаться со стороны океана к группе серферов, пока те находились на воде. Морское млекопитающее медленно подплыло к людям и поприветствовало их, дружелюбно выбросив фонтан воды. Сёрферы могли только следить за действиями кита, опасаясь отплыть. Лишь один человек из группы незамедлительно направился в сторону, когда подводный обитатель проплыл прямо под его доской. Обошлось без прыжков. Спустя минуту неожиданный гость скрылся в глубинах океана. Прошел поздороваться. Вы уже поняли, что какими бы милыми и интересными не казались многие животные, не стоит расслабляться, находясь рядом с ними. На человека может побежать разъяренный слон, тигр может броситься в погоню за скутером, и даже в воде вас может подстерегать опасность в виде бегемота. Далее продолжим нашу подборку страшных встреч человека с животными. Не злите горилл. Нет способа лучше понять живот... Ну, как бы, да... Лучше вообще не контактируйте с гориллами. И между прочим шимпанзе тоже. Спасибо за донат, Маргус, максимум. Поезд ехал, колеса стерлись. Вы не ждали, а мы приперлись. Че это мы не ждали? Мы все ждем. Добро пожаловать, мы все ждем. Вотных, чем оказаться в их естественной среде обитания. В этом горном заповеднике журналисты могут снимать горилл с расстояния вытянутой руки в буквальном смысле. Однако этот оператор явно не выглядит счастливым. Ему приходится сидеть неподвижно, чтобы не спровоцировать семейство приматов на нападение. Один только вожак этой небольшой стаи в 10 раз сильнее взрослого человека. Ситуация осложняется тем, что гориллам очень понравилось местечко рядом с оператором, и в ближайшее время они явно не собираются никуда перемещаться. Интересно. Микрочелы. Жопошники. Насколько длинный документальный фильм успеет снять этот бедняга? А вот видео из зоопарка. В отражении на стекле видно, как маленькая посетительница передразнивает поведение грозных обезьян. Кричит и бьет себя кулаком в грудь. Местному вожаку это явно не нравится. Огромный самец разбегается и бросается на ограду, мгновенно раскалывая первый из трех слоев бронированного стекла. Хуя! Ебать! Не надо дразнить животных. Мне больше нравится идиот взрослый, который рядом находится в этот момент с ребенком. Надо хотя бы ребенку объяснить, что вообще-то неприлично такие вещи делать. Во-первых, передразнивать это неприлично, во-вторых, ты можешь спровоцировать дикое животное, которое, извините меня, сломает тебя одним пальцем. А то сегодня она передразнивает гориллу за стеклом, а завтра она полезет рукой к медведю и останется без руки. Что ж, хороший урок для девочки. Не стоит дразнить того, кто в десятки раз больше и крупнее. Даже если он за стеклом. Интересно узнать, чем закончилась история с оператором? Вот он, продолжает сидеть на месте. Ему повезло. О, мы и паровозик устроили. Довольно быстро семейству горилл наскучило разглядывать чужака, и они решили перебраться на новое место. Мужчина явно хорошо знаком с психологией приматов. Опустил голову, когда мимо него проходил вожак стаи. Мало кто знает, что в большинстве случаев самцов провоцирует на агрессию именно смелый зрительный контакт со стороны человека. Да так, по-моему, с очень большим количеством диких животных. Смотреть им в глаза... И не только диких. Ну да, и не только диких. Даже кошка на тебя может кинуться. Да, кошка-собака может кинуться. Собака может кинуться в тебя кошкой. На перегонки с тигром. Наверняка многие из моих зрителей живут в условиях средней полосы, где бояться следует разве что собак. Но совсем иначе ситуация выглядит в Индии. Представьте, что в погожий день вы с другом... Да... В то же время мы живем на юге, где появи... Где начало больше... Господи. Где подвигалось я такой. А, такой, думаю, говорит про каракуртов и испугался. Каракурты начали появляться. Появились еще какие-то ядовитые пауки, но не опасные для людей. Но тем не менее появились. Также появились большие скалопендры, где-то по 12-15 сантиметров длиной. Змеи... Все такое, надо валить отсюда. Змеи, шакалы водятся. И куча всякого говна, по сути. Блин, у нас на самом деле довольно... Ну, хватает опасных животных, которые здесь водятся. Животные, жуки... Я говорю, что хочу переехать севернее. Да, да, надо. В тундру. Там огромные кумары, они тебя сужрут. Я сказал тундру, такой, думаю, а я думал, там холодно. Но не все время там холодно. Не настолько там холодно. На самом деле, мне кажется, самое комфортное, это где-нибудь как раз-таки в средней полосе. Ну, либо ближе к ней. Решили прокатиться на скутере, но внезапно на перерез вам из леса бросается гигантский полосатый хищник. Героям этого видео очень повезло. Водитель не запаниковал и смог продолжить движение прямо, плавно увеличивая скорость. Да и тигр быстро потерял интерес к слишком быстрой и шумной добыче. Впрочем, останавливаться и проверять, ушел ли он, парни не стали. И правильно. Конечно, правильно. Если бы он хотя бы лапкой одного из них цепанул, то у него были бы очень серьезные травмы. Это не считая того, что скутер мог перевернуться и они бы упали. Насколько я знаю, кошки не рассчитаны на длительное и быстрое преследование. Они как раз-таки рассчитаны на эффект неожиданности. Именно поэтому тигр такой не получилось, не фартанул и отстал. Возможно. Потому что они пружинятся хорошо, бегают быстро, но не продолжительное время. Я знаю, это точно про гепардов? Ну. Про остальных не могу ничего сказать. А так... Всех такие кошки. Кошки? В той или иной мере. Этот, как его? Что я хотел сказать-то? Хорошо, что они еще успели, потому что скутер-то не самая быстрая херня. Я еще не упомянул то, что у нас стали появляться мошки, которые кусают, так что у людей огромные шишаки. Да? А они всегда были, на самом деле. Ну, прям нашествие было в этом году. И даже уже когда холодно было, у меня мама очень жаловалась, что ее в лицо укусили. Очень долго не проходило. Не. Я же не знал, чем помазать. Гвоздь. Дрессировщик слонов. Некоторые люди просто обожают рисковать жизнью, заигрывая с огромными и опасными животными. Это видео – яркий пример такого спорного развлечения. На мужчину во весь упор бежит разъяренный слон, но тот и не думает отступать. Трудно поверить, но уверенность в себе и небольшая палка – это все, что потребовалось, чтобы заставить слона передумать. В момент, когда кажется, что мужчина уже ничего не спасет, животное останавливается, а потом медленно начинает пятиться назад. Ну, блин, это какой-нибудь зоолог, который знает, как работает психология слонов и других животных. Шлоники. Шлоники пьем. Территория бегемота. Они очень умные ребята по-своему, а еще они людей считают как за питомцев. Если и есть на нашей планете животное, с которым человеку точно не стоит ссориться, то это бегемот. Если не считать мальвийных комаров, то бегемоты занимают первое место в рейтинге самых смертоносных животных Африки. Сами по себе эти животные не выглядят агрессивно, однако они очень ревностно относятся к охране своих территорий. Если бегемоту покажется, что кто-то пришел отвоевывать его владение, он превратится в настоящего берсера. Сюда крови и челюсти херачат друг другу. Ясно, почему тот накинулся. Видимо, они на его территории были, и он решил... Ну, я об этом сказал. Эта туристическая группа, устроившая заплыв по одной из кенийских рек, явно не рассчитывала отнимать территорию. Однако бегемот в это не поверил. Посмотрите, с какой скоростью он преследует лодку. Страшно подумать, что бы случилось, если бы он смог догнать ее. Самая опасная... Подлодная лодка, блин. Подлодная, подводная. Опасная птица. Это кадры специально для тех... Господи, он похож на смесь динозавра и птицы. Ну, да, они вроде как недалеко ушли. А еще тут у него гребень и костяной, это пипец, конечно. Тех, кто считает птиц самыми милыми и безобидными обитателями... Да, да, да. Те, кто считает самыми милыми и безобидными птиц, никогда не убегал от огромного индюка в детстве. Или от куриц, ну, от петуха. Или от петухов, да. Либо от гусей или уток. Либо от вороны, которая пытается тебе башку проклювать. Или на него чайки не нападали. Да, Клавс? Много вариантов есть. В общем, этим людям очень повезло в жизни. Ага, или голуби в них не врезались и воробьи. Ты видела этого заглотуса? Такую помидорку просто. Это яблоко было. Тогда еще жестче, оно еще, оно штвердое. Имеет более яркое оперение. Некоторым людям казуар не кажется таким уж опасным. Эта девушка вообще не боится, а наоборот, она в восторге от того, что у нее получаются такие редкие кадры. А казуар в это время... Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь? Камеру убери, я сказал, да? Зря. В некоторые заповедники, где обитают казуары, даже запретили вход из-за частых нападений на людей. Неудивительно, что казуаров считают самой опасной птицей в мире. Данные основаны на чистоте и тяжести увечий, причиненных людям. Кто приходит вам на ум, когда говорят о самом опасном животном Африке? Мы уже выяснили, что в воде и на берегах одним из самых опасных противников... Я такая, ой, че, емалочка. А вот на равнинах достойную конкуренцию им могут составить носороги. Ученые считают, что уровень агрессии у носорогов намного ниже, чем у слонов или бегемотов. Я так понимаю, это... Это по большей части... Компиляция, наверное? Компиляция, да, потому что он повторяется немножко. Инфу, да, повторяет. Но это не значит, что этих гигантов можно записать в дружелюбные соседи. Этот носорог явно недоволен тем, что сафари-мобиль с туристами вторгся на его территорию. К счастью, зверь решил не нападать на людей, а только сделал несколько ложных выпадов. Большинство грамотно подготовленных сафари-мобилей вполне способно уехать от любой погони, но рисковать жизнями туристов не хочет ни один гид. Однако иногда такие погони неизбежны. Недавно в соцсетях появилось видео, на котором разъяренный носорог около полукилометра преследовал открытый джиг с туристами в ЮАР. Носорог, который может развивать скорость до 50-55 километров в час, заметил туристический джип и преследовал его почти две минуты. Все это время пассажиры находились в состоянии шока, опасаясь, что разъяренное животное сможет опрокинуть их машину. Ну да, еще же там дорога-то не идеально ровная. Машина сама по себе может перевернуться на большой скорости. Капец, Йор Сен-Пай. А я в детстве, как мне рассказывали бабушка с дедушкой, кормил нутрию тыквой и уронил... То ли бросил, то ли уронил ей ее на голову. Ни тыква, ни нутрия не пережили это. Я не помню этого вообще. Что, она уже была рагу? Я не знаю, ну, понимаешь, я не помню, как мы ездили в Улан-Удэ с бабушкой и дедушкой. У нее там как бы брат живет, жил. Слишком маленький был. С семьей, да. Я не помню, а в детстве так-то я вообще с ними... Ну, не то, что прям очень часто, но довольно часто ездили мы куда-то. И в Краснодар вот я помню, как мы гоняли. Вот поэтому с маленькими детьми ездить куда-то бесполезно. Улан-Удэ, я помню, понимаешь, поездку в Улан-Удэ и вот это вот все. Может быть, это я сам додумывал себе еще что-то. Знаешь, только что очень долгая поездка на тралике, господи. На поезде там неделю ехать надо было. Вот только что-то из этого. А все остальное вообще ни черта не помню. Да, я был слишком маленький. Помню, что меня не хотели... Это, чуть не забрали у бабушки с дедушкой. И то, опять же, с их рассказов. Потому что, типа, с бабушкой и дедушкой было, а не с родителями. Документы требовали и прочее. Потому что такого маленького красивого мальчика украли. Да. Не менее опасным приключением обернулась для группы туристов прогулка по сафари-парку в мексиканском штате Пуэбло. На внедорожник с посетителями напал носорог. Момент атаки попал на видео. На кадрах видно, как животное упрямо пытается перевернуть автомобиль, поддевая его рогом. Спустя некоторое время, не без помощи местных сотрудников, водитель все же сумел отъехать от обидчика. Никто не пострадал, а агрессивное поведение обитателя парка специалисты объяснили тем, что неподалеку от места происшествия находилась самка, и носорог мог приревновать ее к непрошенным гостям. Господи, какие у них низкие стандарты, машину с собой путают. Ага. Аллигатор на крючке. Этот мужчина отправился порыбачить в компании друзей, надеясь на достойный трофей. Неизвестно, подходит ли рыба в этой реке для ужина, но камера на борту засняла, как ужином чуть не стал сам рыбак. Он сразу все нахер выкинул. Поднимая поплавок с наживкой, он обнаружил, что крючок застрял в пасти у огромного аллигатора. Бросив поплавок, мужчина изо всех сил принялся крутить педали катамарана, а вот его товарищи долго не могли понять, что стало причиной такой паники. К счастью для рыбаков, аллигатор был сыт, а потому решил не преследовать нарушителей его территории. Вообще, с крокодилами и аллигаторами заснято очень много пугающих видео. Оно и неудивительно. Они одни из самых безжалостных и коварных хищников на планете. Не нужно недооценивать встреч с ними, а ведь встретиться с крокодилами можно во время купания в водоеме, в разгар рыбалки и даже при заплыве на каяке. Я до сих пор не пойму, почему вот крокодилы и аллигаторы так похожи, и я их путаю, но почему они типа не родственники? И почему аллигаторы это не крокодилы? А крокодилы это не аллигаторы? Нет, почему аллигаторы это не разновидность крокодилов, если они буквально выглядят как крокодилы? Ну да. Я их все время путаю. Смотрите дальше, я покажу вам пугающие случаи с крокодилами, снятые на камеру. Определенно я не хочу жить там, где водятся крокодилы. И аллигаторы. И аллигаторы, да. Просто аллигаторы, насколько я знаю, типа в новом свете, так сказать, водятся, а крокодилы в старом свете. То есть крокодилы черно-белые, а аллигаторы цветные? Ну типа того. Неудачная рыбалка. Аллигаторы это американцы, а крокодилы это африканцы. Начнем с истории о том, как двое друзей неудачно сходили. У крокодила и аллигатора разные челюсти и масса. Ну извините, у разных крокодилов разные морды бывают тоже, челюсти разные. Гавиала видели, а почему он все-таки крокодил? Ну крокодил вроде как крупнее, чем аллигаторы, насколько я знаю. Да, только то, что я знаю, что крокодил крупнее аллигатора и все. Но опять же, не знал я, что аллигатор не является крокодилем. А вы знали, что черепахи могут выглядеть абсолютно по-разному и объединять только то, что, собственно, у них есть панцирь? У них совершенно разные морды и лапы. И они все равно являются при этом черепахами. Еще есть сухопутные и морские. ...ходили на рыбалку, но зато удачно... И есть это... ...ниндзя-тинейджеры. ...разместили в сети доказательства. Это Ninja Turtles? Да. Почему это занятие оказалось не так... Удачно разместили в сети доказательства, почему это занятие оказалось не таким, как им хотелось изначально. Двое австралийцев, Дак и Дэниел, рыбачили на небольшом озере, просто стоя на берегу. Они ждали своего окуня, а вы... Да-да, блин, австралийцы, они вообще не должны удивляться ничему. По факту. В это время за ними, как оказалось, наблюдал четырехметровый грибнистый крокодил. Он сидел в своем укрытии ровно до тех пор, пока на удочку одного из австралийцев не попался долгожданный, да еще и очень крупный окунь. Спыздить хотел рыбку. Но все детали, касающиеся рыбы, выяснились впоследствии. Да это теперь и не столь важно. Вообще, Дак собирался заснять момент, когда его приятель будет эффектно вытаскивать рыбу из водоема. Однако, видео получилось гораздо более зрелищным, чем планировалось каких-то пару секунд назад. Все планы нарушила рептилия. Когда рыбаки вытаскивали добычу на берег, это только подогрело интерес крокодила. Он лихо выбежал из воды и начал гнаться за рыбкой. Просто картина маслом. Рыбаки не отпускали удочку, до последнего не желали отдавать рыбу, продолжали снимать видео в такой экстремальный момент, да еще и от крокодила далеко убегать не стали. Я же говорю, они австралийцы, о чем ты? Да. Более того, Дак и Дэниел сразу же принялись обсуждать произошедшее и оплакивать потерю такого окуня. Сука. Мама всегда защитит. В Центральной Флориде двое мужчин решили попытать счастье и выловить детеныша-аллигатора из пруда. Один из мужчин подходит к воде и ему удается довольно быстро поймать детеныша с помощью сачка. А подумал ли он о возможных рисках? Надеюсь, что подумал. Чисто такая мелкая ящерица. Маленький крокодильчик брыкается и норовит убежать. Мужчина пытается взять все под контроль, чтобы наконец показать детеныша на камеру, ведь все это было задумано в просветительских целях. Но случилось то, чего никто не ожидал. Или ожидал. Из укрытия вышла мать. Мужчина пытается прокомментировать ситуацию, но разъяренная мать-аллигатор еще раз делает резкое движение, тем самым показывая, что лучше уйти сейчас и по-хорошему. Серьезно опасаясь за свою жизнь, мужчины решают быстро взять снаряжение и покинуть эту территорию, прежде чем случится что-нибудь плохое и непоправимое. Ну, тут им явно уже не стоит пытаться поймать детеныша. Даже для того, чтобы что-то показать и что-то рассказать о нем. Окей, ты сейчас назвал все различия, которые есть, допустим, буквально между бошками и черепах. Мы не о том, что... Почему они называются по-разному? Почему... Почему аллигаторы не крокодилы? Крокодилы это типа вид крокодильи, как тигры, пантеры, львы и прочее относятся к кошачьим, я правильно понимаю? Нет, ты сейчас все путаешь, все смешал в одну яичницу. А что тебя тогда удивляет? Ну, аллигатор это аллигатор, а крокодил это крокодил. Ты знаешь, что лев относится к роду пантера? Господи, как все сложно. Там все сложно, поэтому я не лезь в эти дебри. Тебя попрошу, как и себя. Ну и все, а что ты тогда доколупалась? Не было. Аллигатор это не крокодил, потому что он другой, все. Я просто думала, почему все черепахи черепахи, но аллигаторы не крокодилы? Потому что не все кошачьи просто относятся прям к кошачьим. Нет, все кошачьи относятся к кошачьим, при том, что у них довольно-таки большое разнообразие в морфологии. Ну, а все аллигаторы, я так понимаю, относятся к ящерам. Или к чему? Какой у них там? Аллигаторы и крокодилы у них же один под вид, скорее. Ну, вид. Да, надо посмотреть. Это просто то же самое, как ты сказала, что сейчас вот кто-то там к пантерям относится. Но он все равно является кошачьим. Так же и гиена. Кошкообразная. 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 Хотел сказать кошачье, но да, но кошкообразная. Да, если кошка это кошка, то он кощик. А гиена кощкообразная. Да, а есть еще эти собаки, которые косят под гиен. Господи. Кстати, кайман же тоже не относится к аллигатору и крокодилу. Вот, как раз таки кайман это крокодил тоже. И говиала это тоже крокодил. Блин, все в пизду, нахуй. А вы видели морду говиала? Она не такая, как у обычных крокодилов. Все сложно. А кайман это вообще не похоже на крокодила. Не, кайман это огромный-огромный крокодил. А, я попутал, значит, каймана с этим, с каймановым драконом или какой там, с ящерицей, короче. А, это ты про драконов с острова Камода говоришь. А, Камодский, да, не Кайманский, а Каймодский. Камодский дракон. Да, да, да. Кто такой говиал? Во-первых, говиал. Во-вторых, у него длинная-длинная морда, очень узкая. А, я понял. Похож на диких динозавров, господи. На динозавров древних водоплавающих некоторых. Ну, да. Атакует лодку. А здесь человек мирно плывет на кайке. Это древнейшие рептилии, которые сохранились до наших времен. Тише и гладь. Он отлично проводит время в отдалении от шума города и чего-нибудь такого. Ничего не предвещает беды. В какой-то момент мужчина слышит звук и останавливает движение на несколько секунд. А вот он начинает грести снова. И вот оно. Момент истины. Крокодил стремительно ударяется об лодку. Она опрокидывается, и человек оказывается в воде. Ну, ему еще повезло, что он рядом с ветками был. Он на них опрокидывался. Ну, они, наверное, умеют и на обычной воде переворачиваться на каяк. Логично. Вернемся к пугающим случаям. Обычный семейный вечер отца и сына на закате. Семилетний мальчик по имени Доусен набирается опыта в рыболовном деле. Его отец дает ему наставления и заодно снимает успехи сына на камеру, пока тот изо всех сил пытается вытащить сопротивляющуюся рыбку на берег. И вот рыбка на месте. Мальчик, наверное, уже представил, какие действия будет предпринимать следующими, если бы не одно четырехлапое животное с острыми зубами, которое, по всей видимости, еще и голодное. Крокодил внезапно вынырнул и схватил рыбу. Мало того, что рептилия даже не сказала мальчику спасибо за ужин, так еще и прихватила его удочку. Хорошо, что помимо рыбы и удочки... Да хрен с ней, с удочкой, главное, что на малого не напал. Ну да. Это же ж гнида. Малой правильно все сделал, что бросил удочку и утек. Да, оно того не стоит. Никто и ничто больше не пострадало. Мальчику действительно повезло, что крокодил... Ты гнида, этой удочкой где-то зацепился и сдох. Осуждаю. Осуждаю. Это всего лишь дикое животное. Да, да, я согласна. Крокодил не пошел в атаку, ведь эти хищники являются самыми кусачами во всем мире. Ученые выяснили, что крупнейшие крокодилы в мире, грибнистые, кусаются силой более 6... А все грибнистые крупнейшие, я думала, что гавиалы крупнейшие. ...12 тысяч ньютонов. Для сравнения, сила укуса белого медведя всего 2,5 тысячи ньютонов. Капец. Оказатель тигра 6 тысяч 900 ньютонов. Человек, кстати, тоже неплох. Полторы тысячи ньютонов. В общем, с крокодилами... Хрена мы грызем. А потом еще говорят, что мы... У нас большая площадь соприкосновения еще. Ну да, а потом еще говорят, что мы не хищники. Наличие вот этих зубов прямо говорит о том, что мы всеядные. Точно, не стоит связываться. А с грибнистыми... А наличие коренных зубов говорит о том, что они для того, чтобы перетирать растительную пищу. Так что все не так однозначно. Особенно. Крокодил без обеда. Прекрасный день для рыбалки. Но прекрасный он ровно до того момента, пока вы не заметите огромную голову аллигатора, которая все с каждой секундой ближе и ближе к вам. Разумеется, мужчине не хотелось стать обедом этого хищника, поэтому он немедля отбежал подальше от места, где рыбачил. Он вовремя взял себя в руки и даже принял... Беля, вылез! Тщетные попытки от... Ты чё, блядь, матрас бронированный? Слышь ты, сумочка! Чумадан! Пугнуть голодное животное. Рыбак отбежал, но потом то и дело возвращался, чтобы посмотреть на своего новоиспеченного знакомого. Но тот, к счастью, уже отказался от своих надежд на хороший обед и отправился во своя си. Такой думаю, точно ли это был аллигатор? Какой-то он здоровый. Это чумадан. Шоу для туристов. В Южной Америке группа туристов на лодке попросила своего гида покормить нескольких голодных крокодилов, когда произошло невообразимое. Заметив хищников с другой стороны реки, они решили взглянуть на них поближе и остановили лодку у берега. Сомневаюсь, что кто-то вообще смог бы осмелиться на такое, но вот гид прыг... Бессмертный, блядь! ...гнул в воду, держа при этом кусок курицы в руках и начал дразнить крокодила, чтобы тот, наконец, подошёл поближе и любопытные туристы рассмотрели бы его. Ура! Храбрецу удалось привлечь их внимание. Он смело начал кормить их с близкого расстояния. Послушайте, какой звук получается, когда хищник смыкает челюсти. Видимо, ему уже стало страшно. Опасаясь за свою безопасность, гид забрался обратно на лодку, но всё ещё пытался... Дэдь бы, блядь! ...продолжить шоу. Крокодилу так хотелось заветного мясного кусочка, что без небольшой травмы мне обошлось. Ай! Ай! Конечно, ему хочется этого кусочка, ведь за этим не надо охотиться. Надо всего лишь подняться и открыть рот. Конечно, он будет подходить. Это, блин, халявная еда, за которую не надо драться, охотиться, что-то там делать и прочее. Теперь, когда туристов увидели достаточно, группа решила оставить крокодилов в покое, прежде чем кто-нибудь пострадает. Неожиданная встреча. Человек занимается подводным плаванием в национальном парке Эверглэйдс во Флориде. Всё это выглядит прекрасно. Но он пока как будто совсем не представляет, во что может ввязаться. Он исследует дно, находит какие-то интересные объекты и показывает их на камеру. И показывает их на камеру. В один момент в мутной воде он замечает, конечно же, аллигатора. Он приближается к хищнику, но тот уходит в сторону. Так он масенький совсем. Эвер оборачивается, а там на него поглядывает уже другой аллигатор. Ну нахер. К счастью, ему удается благополучно уплыть оттуда и продолжить свою водную экскурсию. Самое для меня страховое, понимаешь, в этих крокодилах всех. Потому что лежит и лежит бревно в воде. А потом бах и всё, у тебя нет ноги. А во рту бревна. Ну да, но крокодилы же на людей кидаются, получается. Кидаются. Ну потому что люди вкусные. Мясные. Мясные, да. Жирненькие. Жирненькие. Через пару минут он слышит, как что-то плывет слева от него. А ещё они один из дневных рептилий, которые свои кладку охраняют, насколько я знаю, и заботятся о детёнышах. Ну да, кладку они охраняют. Ну, типа минимальным образом. Ну и экскурсию. Через пару минут он слышит, как что-то плывёт слева от него. Кто это может быть, как не эти рептилии? В общем, сворачивайся, парень. На сегодня тебе точно хватит. Ниндзя-аллигатор. А на этих кадрах мужчина успел заснять небольшого аллигатора, который куда-то спешил. Когда мужчина приблизился к рептилии, стало понятно, что ей нужно в воду, которая находится за изгородью. Аллигатор понял, что... Мадам, моя водичка. Черненького цвета такого. Смотри, он как будто улыбается. Кстати, да. А вот эта вот часть у него похожа на мокрицу. Он походу... Да-да-да. Он походу меланист. Либо... На пути препятствия, но... Не, меланист... Крокодил-меланист, по идее, белый должен быть. Не, меланисты черные. А, меланисты черные. А, альбиносы белые. Совершенно не отчаялся. Он просто залез на изгородь и спрыгнул с другой стороны. Невероятно, правда? К слову, эти животные способны высоко прыгать, отталкиваясь хвостом и лапами. Причем они способны не только подпрыгивать на суше, но и выпрыгивать из воды на значительную... Он так забанутый. ...высоту. Такие вот они классные. И лапки развиваются. Это было даже мило. ...опасные. Да, от таких грозных животных лучше держаться подальше. Но знали ли вы, что даже такие пугающие морские обитатели, как акулы, вынуждены просить помощи у человека? Удивлены? А ведь это далеко не уникальный случай. Животные видят... Происхождение крокодилов. Ты знаешь, что параллельно существовали динозавры и крокодилы? Динозавры вымерли, крокодилы были. Появились какие-то переходные формы между динозаврами и птицами, крокодилы были. Птицы появились, динозавров никаких больше не осталось. И крокодилы тоже были. Появились хуманы. И хуманская цивилизация. И крокодилы до сих пор есть. Ну да. Они очень древние. И живучие. И живучие. У нас не только угроза или обед, но и спасение. И иногда обращаются к нам за помощью. Далее я покажу вам именно такие случаи, когда животные сами попросили людей о помощи. Вот какой милый. Кобра. Королевская кобра это самая крупная ядовитая змея на свете. Достигая пяти, а то и шестиметровой длины она может без труда наброситься на человека и смертельно укусить его, если год причинит ей вред или доставит дискомфорт. Однако, в некоторых случаях, мистера Мияги играл в этом... Господи, как же это называлось? Не каратэ пацан он на самом деле назывался. Ну ты понял. Малыш каратист? Малыш каратист, да. Если тот причинит ей вред или доставит дискомфорт. А то и смертельно укусить его, если тот причинит ей вред или доставит дискомфорт. Однако, в некоторых случаях, королевская кобра никак не желает навредить человеку, а наоборот, просит у него помощи. Несколько лет назад, в Индии, где в основном и обитают эти змеи, произошел необычный эпизод. Королевская кобра была истощена из-за жаркой погоды и очень хотела пить. Вообще, змеи редко приближаются к... Вообще не знал, честно говоря, что кобры настолько длинные. Ну, ты знаешь, что в южных странах, где водятся крупные рептилии, они могут именно в санузел заползать за тем, чтобы пить из бачка. Прикинь, там у нас кот пытается пить из бачка. Я бы... У нас бы не... У нас бы в любом случае... У нас был бы в таком случае этот... Домашний монгуст. Да. И стульчак, закрывающийся на замок. Я думала, стульчак-капкан. Ну, вообще, влюбленный змей на обед. Надо... Я думаю, должен кто-то для таких мест придумать сортир, который имеет решетку внизу. И еще... Это... И в... Переп... Знаешь, как это? Как измельчитель мусора в раковинах, только тут измельчитель дерьма. Ну, чтобы нормально оно через сетку пролетало. Да. Людям. Но эта кобра приползла в деревню, чтобы просить помощи. Местные жители сначала испугались, но потом решили помочь ей, поняв, что животное не собирается причинять вред. Один мужчина взял кобру за хвост, а другой аккуратно напоил ее водой из бутылки. После этого кобру отвезли в специальное учреждение по уходу за животными. Уверен, что змея... за кобрами. Я бы не удивилась, если в Индии такое было. Шкобри этот... Отель. Да. Отель Шкобра. Помнил о своих спасателей. Как он убьет. Боже мой. Морская среда может быть губительной для наземных животных, особенно если эти животные угодили в водную ловушку и за ними ведется охота. Взгляните на эти кадры. Та небольшая точка, что приближается к лодке, это белка. Как оказалось, за ней велась групповая охота. Орланы, вороны и чайки находились неподалеку и пытались разделить между собой легкую добычу, угодившую в воду. Увидев лодку, белка немедленно поплыла к ней из последних сил. Моряки, поняв в чем дело, решили помочь белке. Они опустили сачок в воду и белка взобралась по нему. Обратите внимание, как отчаянно и быстро она забирается. Видно, что она перепугана до смерти. Обзабравшись до верха, белка прыгнула в лодку и оказалась в безопасности. По кадрам видно, что она рада, что попала в надежные руки. Несмотря на то, что белка была промокшей, напуганной и изможденной, она никак не сопротивлялась и давала морякам взять себя на руки. Ну а через несколько минут моряки причалили к берегу и отпустили белку в ее родную среду. Да, я думаю, такой лежит вот эта черная херня и поскакала в сторону крокодила, который ее сожрал. Место выглядит просто так, как будто там могут обитать крокодайлы. Едочка. А, чего там он? Да-да-да. Обитание. Та даже поблагодарила их, пару раз махнув хвостиком. Акула. В 2017 году инструктор по дайвингу Бен Джонсон Харе крутить! Начал погружение у Каймановых островов. Ведя съемку под водой, он увидел акулу. Сначала Бен испугался, но вскоре увидел 30-ти сантиметровый нож, торчавший из головы акулы. Как видно по поведению акулы, она всем своим видом показывала, что ей необходима экстренная помощь. Покружила, подплыла поближе к дайверу и развернулась. Вообще, кто в нее нож воткнул и зачем? Она же маленькая. Я знаю, сколько знаю, такие акулы вообще для людей... Ну, как бы, да, с чего бы ей на человека накидываться? Продемонстрировав орудие, оставлять акулу в опасности было негуманно и неправильно, поэтому Бен подплыл к ней и осторожно достал нож из головы животного, после чего то поплыла по своим акульим делам. Интересно, что акула не набросилась на Бена, ведь очевидно, что удар ножом она получила от человека, поэтому могла... Да господи, вон там рыбка плавает. Я понимаю, что она не самая маленькая рыбка, но акула не намного больше этой рыбы. С полным правом отомстить, но животное оказалось благодарным. До сих пор неизвестно, кто именно вонзил орудие в голову акулы, но зато известно, что с акулой все в порядке. Через несколько дней Джонсон увидел ее живой и здоровой. Все около того же рифа. Ранение к тому времени полностью зажило. Черепаха. На очереди у нас еще один морской обитатель, который обратился к человеку за помощью. Дайвер заснял этот интересный эпизод на камеру. Морская черепаха подплыла прямо к нему, причем, сделав это так непринужденно и обыденно, словно они встречаются каждый день. Уставившись на дайвера, морская черепаха словно сказала ему, что у нее что-то застряло в панцире, и что из-за этого она некомфортно себя чувствует. На самом деле... Ну, панцирь-то это часть ее тела. Я не стал смотреть видос. Такой думал, а вдруг кто-то закажет когда-то или еще что-то. У меня уже фобия с этим. Но я так понял, черепаха может угодить в какую-нибудь хрень пластиковую, еще что-то. И вот если это было в детстве, то черепаха вырастет вокруг этой херни. И типа она может вот такая зауженная быть. Да. И я так понял, с названия видоса снимать этот пластик нельзя. И судя по всему. Ну, в общем-то, логично, наверное, у нее уже сформировались органы таким образом, что она не сможет жить иначе. Даже если бы это животное умело говорить, никаких слов не потребовалось бы. Тут и так все понятно. Дайвер все сразу понял и принялся за спасение морского обитателя. Он вытащил из панциря черепахи кусок какого-то рифа или ракушки. И спустя несколько секунд морская черепаха отблагодарила своего спасителя на колонии. И спустя несколько секунд морская черепаха выглядела так, как будто там он кто-то есть. Потому что это явно, явно была раковина. Чья-то. Скат. И еще один морской обитатель, который обратился к людям за помощью. В июле 2019 года самка Скат Аманты, который также известен как гигантский морской дьявол, подплыла к группе людей у северо-западного побережья Амстрии. Она явно просила ей помочь, потому что в глаз ей попал рыболовный крючок. Очевидно, что сама она его достать не могла. Снаркелисты узнали эту самку. Это была веснушка, которая часто плавала в прибрежных водах. Конечно же, не помочь старой знакомой они просто не могли. Один из снаркелистов подводных... Скаты такие удивительные, просто в воде такое одеяло плавает. Джейк Уилтон рассказал, что веснушка стала приближаться, а потом повернулась, чтобы показать людям травмированный глаз. По словам очевидцев, Манта не двигалась, пока Уилтон несколько раз нырял, пытаясь вытащить крючок. В результате крючок был успешно удален. Хорошо, что все закончилось именно так, ведь, как говорят эксперты, если бы люди не пришли на помощь, веснушка могла бы ослепнуть и даже умереть. Хорошо, что это они живут в океане таком ион более или менее, чистые и прозрачные, а не это какая-нибудь речка-говнотечка типа наших, в которой ты хуйчо увидишь под водой. Даже в очках. Лиса. Некоторые животные приходят просить помощи у людей, совершенно не зная их, а некоторые целенаправленно обращаются к тем людям, с как... Обгоревшие. Лиса? Леса. А, леса. Которыми у них уже налажен контакт. Лиса из этого видео входит в категорию послик. А, понятно, думаю, чё, чё, в смысле, тут лес обгорел, а пока стыкенгуру горят, лиса, про что? Не, всё-таки про лесу. Автор видео больше года регулярно подкармливал эту лесу на одном и том же месте. Однажды он вновь решил её покормить, но животное, на удивление, отказалось от еды. Вместо этого лиса схватила лакомство и дала человеку знак следовать за ней. Периодически лиса даже останавливалась и оборачивалась, чтобы убедиться в том, что человек идёт за ней. Как вскоре выяснилось, лиса недавно стала мамой. Человека она привела, чтобы тот мог познакомиться с её детёнышами. Казалось бы, при чём тут помощь? Но смотрите сами. Лиса показала нору человеку, убив тем самым сразу двух зайцев. Теперь ей не придётся покидать детёнышей, подвергая их опасности, чтобы сбегать за едой. А автор этого видео сможет приносить еду прямо к норе. По-моему, это гениально. Хитрая жопа, перестала такая «Я устала ходить, давай ты теперь сам». На самом деле, их же защищать надо. Ну да. И хитро, прямо в стиле лисиц. Счастливо! Как правило, рыбаки вылавливают из воды рыбу, что логично. Иногда в сети может попасться какой-нибудь мусор или металлолом. А иногда пара медвежат. Во время ловли рыбы рыбаки заметили в воде медвежат. Те переходили реку вброд, но поскольку были ещё маленькими и неопытными, не справились с потоком и начали тонуть. Увидев рыбаков, медвежата начали грести к ним, а рыбаки поспешили на помощь к утопающим. Они подцепили медвежат с очками и направились к берегу. Медвежата вели себя спокойно и не брыкались. Видимо, понимали, что это ни к чему. Ну да, и устал. Надеюсь, зверьки усвоили урок и больше не пойдут в реку, пока не вырастут. Ну а маме-медведице предстоит предпринять воспитательные меры, забрать своих детёнышей оттуда, где их оставили рыбаки, пожурить и научить плавать. если она у них в принципе есть. В общем, точно пригодится. Не бойся, не бойся, не бойся, садись туда к мотору. Олененок. Почему я не удивлена, что это видео из России? Ха-ха-ха-ха! Такой думал, олененок, и нам показывают собаку. Ты понимаешь, потому что все практически видео с медведями, они либо из России, либо из Канады. Ну да, либо с какой-нибудь, ну, Сибирь, это что же Россия, в общем-то, да. Спасибо! Спасибо за донат! Оу! Видосный реакт. Особо хрупкие животные подвержены наибольшей опасности, поэтому, угодив в беду, они нередко просят помощи, в том числе и у людей. Ебать! Где это они? Это, видимо, что-то обрушилось. Она копала, ты верила? Этот маленький олененок попал в ловушку, застрял в грязи. А, то есть, то щенки были все-таки. Ебать! Возле строительной площадки или какого-то карьера и не смог самостоятельно выбраться. Уверен, ему скажу, мне вот эти вот карьеры большие, с глиной, пугают, туда попадешь и сосет, нахрен и выберешься. Да? Я просто с тех пор помню, как просто в глине ногой утонул у меня одноклассник, и у него так остался сапог там. Не, я достал тапочек, но, блядь, да, было опасно, засасывать жестко. И ничто ему больше не поможет, но, к счастью, руку помощи ему протянул человек. Или, точнее, ковш помощи. Рабочий подъехал к олененку на экскаваторе, выдвинул ковш и начал поднимать олененка вместе с грязью. Обратите внимание, что рабочий делает это очень аккуратно и изо всех сил старается не травмировать и без того перепуганного зверька. Проехав несколько метров, рабочий опустил ковш и выгрузил олененка на твердую и сухую землю. Почувствовав под собой почву, олененок, наконец, смог оттолкнуться и выбраться из ловушки, после чего убежал. Чумазик. Да, слава богу, хорошо мозгу хватило убежать в другую сторону, а то мог туда же пойти. Я такая думала, блин, экскаватором как это можешь это там повредить, т.д. и т.п. А туда человеку сложно добраться. Ну, во-первых, во-вторых, да, я тоже думал насчет того, что лапу мог зацепить еще что-то, но думаю, обычно на экскаваторах работают люди, ну, типа, на нем сложно работать, на него учатся и они примерно могут рассчитать, как зацепить и подхватить. Но, тем не менее, знаешь, сломанная лапа было бы... Надо было бы больше помогать ему тогда, но, тем не менее, это лучше, чем утопнуть и умереть с концами. Ленивец. Совершая поездку на лодке по одному из водоемов, группа туристов обнаружила в воде ленивца. Вообще, многие виды ленивцев отличные пловцы, в воде они могут передвигаться даже быстрее, чем на суше, однако эта особь явно заплыла слишком далеко. Ленивец переоценил свои силы, истощился и не мог выбраться на берег самостоятельно, поэтому попросил помощи у туристов. Просто-напросто ему стала лень и он такой «Я устал». «Я мухожу». Да, тонуть он явно не тонул, он держался на воде. «Знаешь, почему они зеленые?» «Потому что они моются?» «Да, у них водоросли живут». «Те не стали затаскивать бед...» «Типа лишайников». «Класс». «Талагу на борт, а предложили ему взобраться на весло. Когда ленивец зацепился, туристы тронулись и направились к берегу. Судя по выражению лица ленивца, спасение и поездка ему понравилось. Видно, что он кайфует, едя на весле. Еще бы, ведь в тот день...» «Жалом вводит, ты видел?» «Пытал самую большую скорость в своей жизни. Максимум... «Эти животные разгоняются всего до...» «Алексей Скоробогатов». «Хммм...» «Но не Александр же...» «Да». «До 4 километров в час». «Жизни. Максимум, эти животные разгоняются всего до 4 километров в час». «Ну, когти у них огромные, конечно». «Да, чтоб цепляться». «О, I'm sorry». «Подъехав к порту, ленивец помахал людям в стиле британской королевы. А через несколько секунд туристы высадили его в заросли, после чего он оказался в безопасности. Думаю, видео с поездкой ленивца на весле вас позабавило. А вы когда-нибудь спасали животных? Напишите об этом в комментариях. «Далее в нашей подборке вы увидите, как лемуры захватывают новостной эфир, как енот совершает невероятное восхождение в духе профессионального альпиниста». «Ебать». «Ты чё там забыл? Разбейник». «Совершает побег из закрытой банки». «Восхождение». «На что способны еноты?» «Они могут видеть в темноте, обожают играть...» «Мне нравится так». В воде получат свою еду, а также удерживают передними лапами различные предметы. Но не так давно обнаружилось, что еноты прирожденные альпинисты. В 2018 году один енот удивил жителей Миннесоты, забравшись на крышу небоскреба. Причем забирался он не по лестнице, а буквально по фасаду здания, пользуясь разными выступами. За 20 часов еноту покорилась приличная высота, отдыхал альпинист на карнизах и подоконниках. За восхождением храбреца следило множество «Зачем? И нахера?» Да, чё он там забыл? Пользователей соцсетей, которые прикорнул придумали новый хэштег в поддержку енота. Помимо этого, экстремал даже получил собственную страницу в Твиттере. Заслуженно, ведь у всех известных спортсменов есть аккаунты в соцсетях. Автобус. Кто сказал, что общественный транспорт создан только для людей? Животные тоже могут им пользоваться. Это доказал на своем примере один удивительный кот. Несколько лет назад кот по кличке Доджер поразил жителей Великобритании своими социальными навыками. Будучи очень активным котом, Доджер не хотел пересекать большие расстояния пешком, поэтому узнал о маршруте между городами Брайтпарт и Шермут и начал регулярно пользоваться автобусом, чтобы добраться из одной точки в другую. Что, ездил от одной семьи к другой семье, сученыш рыжий? Ты понимаешь, еще ж хитро с него денег-то не возьмут. Да, еще и по куарме. Маленький котик, а возможно даже чем-нибудь угостят. Да. Доджер терпеливо ждал автобус на остановке, заходил в него вместе с людьми и спокойно ехал как ни в чем не бывало. За проезд, конечно, он не платил. Котам полагаются льготы. Светофор. Собаки невероятно умные создания. Иногда они демонстрируют запредельный уровень понимания человека, а иногда даже... Мне нравится этот взгляд. А мне понравились эти хрусяшки. Понимаю, это подгуст. Совершают более умные поступки, чем люди, что не может не удивлять. На этих кадрах, снятых на улице, мы видим, как пес стоит у светофора. Пешеходы переходят... У нас бродящие собаки, да, ждут светофора. Я не раз это видела. Это вполне... Это... Это обыденность уже. ...дорогу на красный, потому что машин не так много, но собака не собирается рисковать. Пес стоит до самого конца и начинает переходить лишь когда загорается зеленый свет. Удивительно. Ну, он скорее начинает переходить, когда загорается зеленый и начинает пиликать. Там же, скорее всего, со звуком. Потому что с цветами у них же не все так однозначно. И как он только смог выучить правила дорожного движения. Наблюдал за людьми. Львы это очень грозные и опасные хищники. На саф... Столько мужиков, куда они собрались. Кстати, да, я что-то не сразу понял. Паре от них стоит держаться подальше, ведь иначе лев может запрыгнуть в машину и причинить серьезный вред туристам. Но некоторые львы удивляют своим ласковым поведением. Например, в 2020 году в крымском сафари-парке Тайган лев забрался в открытую машину с туристами и начал всех облизывать. Двухлетний самец Филя, увидев владельца парка, направился к нему, а потом забрался в кабину. Затем Филя начал облизывать ошеломленных туристов и тереться о них, как домашняя кошка. Туристы не разбегались, гладили хищника и продолжали снимать происходящее на смартфоны, как говорят работники сафари-парка. Насколько я помню, где ку-природу отпускать. Понятно. Имели в виду. Ну это же еще и не этот как там просто их все время что-то пытаются прикрыть. Так это же они же не зоопарк, у них же не клетки, я так понимаю, это заповедник. Ну парк львов, да, по факту. Ну я в том смысле, что... Даже не заповедник, а типа сафари-парка. Ну я в том смысле, что они живут там на большой территории, им там абсолютно комфортно. Я не вижу вот в таких парках ничего плохого. То есть плохо это то, где они сидят в маленькой клетке и их оттуда не выпускают. Да, и где их дрессируют и бьют. Да. Это относится к любым людям. Очень, ну, неоднозначная репутация у этого парка Тайган, но да, там много очень животных. Люди так что-то любили, помню, как-то обсуждать, обсосать эту тему. При этом никто не обсуждает и не обсасывает, каких условий содержатся в животные в этих переезжающих вот этих в контактных зоопарках, в цирках. Да, вообще всем насрать. Важный какой-то гляд. Некоторым людям очень нравится быть в центре внимания, но и некоторым животным нравится то же самое, что иногда удивляет и умиляет. Во время того, как этот журналист ввел новостной сюжет, на него начали набрасываться лимуры. Они явно не хотели позволить репортеру не упомянуть их в передаче. Лемуры захватили новостной сюжет и по праву стали звездами телевидения, продемонстрировав крутые трюки и очаровав телезрителей. Ля, наглые Джулианы. Смотри, кто-то красный. Ага. И по праву. Демонстрировав крутые трюки и очаровав телезрителей. Стофл. Некоторым животным категорически не нравится сидеть в запертиме. Они придумывают изощренные способы побега. Больше всего в этом... Да его вообще ничего не остановит. Это росомахи сейчас сколько я вижу? Нет, это барсук, по-моему. У него белые полосы сверху. Ну, они же россвенькие. Ну, росомаха вроде рыжая. Нет, росомаха темно-коричневая. Ну, темно-коричневая, да, такое. Ну, я имел в виду, что. А это черный, черный с белым. Барсуки, кстати, не все черно-белые. Да? Ну, я, может, не прав тогда. ...преуспел Стофал, гениальный медоед, который не успел... А, медоед это. Это все-таки медоед. ...ставал удивлять сотрудников национального парка Крюгера в ЮАР. Животное постоянно пыталось сбежать из своего вольера. На протяжении 20 лет сотрудники боролись со Стофлом, но тот сбегал из вольера при каждой удобной возможности, самостоятельно придумывая и реализу... Теля! Эээ! Побег. Вдобавок, беглец часто пугал других обитателей и сотрудников парка. Например, однажды он покусал носорога и вломился в дом человека, присматрив... Типичный медоед, собственно. Да. Ничего не страшно, ничего не боится, творит хуйню. ...за животными. Ну, а самое интересное то, что на счету непоседы не только собственные побеги. Как раз он помог львам сбежать из клетки. Побег. Склонность к побегам есть не только у медоеда Стофла, но и у осьминогов. Эти животные невероятно умные и иногда в их способности просто трудно поверить. Ученым было известно, что... Блин, он сейчас так перевернут, что ощущение, что это у него не голова, а мошонка болтыхается. ...осминоги способны выбираться из ловушек, но долгое время они не видели это своими глазами. Несколько лет назад у них появилась такая возможность. Они поместили осьминога в банку и плотно закрыли ее крышкой. Каково же было их удивление, когда животное тут же начало выбираться. Но еще больше они удивились, увидев, что осьминог выбрался из ловушки буквально за минуту. Таким крутым побегом позавидовали бы величайшие фокусники всех времен. Самостоятельное Коровы кажутся безмятежными и не самыми умными животными, которые озабочены лишь пережевыванием травы. Но это не так. У них богатая и сложная эмоциональная жизнь, а сами существа иногда проявляют удивительный интеллект и смекалку, что поражает людей. На этом видео, например, мы можем увидеть, как корова решила вопрос с питьем. Она самостоятельно изучила и освоила принципы работы разобралась, как работает. Не смогла, как следует, утолить жажду, не прося помощи у людей. Тайган закрыть пытаются из-за свободного допуска людей к львам. Там можно купить билеты и пойти прямо в вольер со стаи львов. А власти считают это опасным и судятся с парком постоянно. Ну да, это, конечно, спорно, но лучше бы заботились тем, что прикрывали вот это вот насилие над животными в передвижных зоопарках, например. Да. Эдгардо. Удивительно, насколько хорошо порой животные помнят своих спасителей. В марте 2017 года аргентинский фермер Эдгардо нашел у себя на участке птенца кондора. Его лапа была повреждена и самостоятельно... Какой мерзкий ублюдок. А башка-то так и не обрастет. Да. Малыш бы не выжил. Мужчина взял на себя заботу о нем. Пока кондор был беспомощным, фермер кормил его, давая ту мясную пищу, которую эти птицы употребляют в дикой пищи. Фермер кормил его, давая ту мясную пищу, которую эти птицы употребляют в дикой природе. Освоив все навыки выживания и достаточно повзрослев, кондор покинул человеческое жилище. Однако он не забыл первые месяцы своей жизни. Теперь уже взрослая и крупная птица регулярно навещает Эдгардо. На видео, снятом во время одного из таких визитов, заметна симпатия, которую птица испытывает к фермеру. Видно, что кондор невероятно благодарен аргентинцу. Исследователь. В местах обитания медведей эти мощные и крупные хищники иногда проникают в жилища людей. Как правило, такие проникновения заканчиваются довольно плохо. Как минимум, дома и мебель в нем... По чили на расслабонии в бассейне отдыхают. Чего бы нет? Залегли. Я только вчера видела видосик, где, короче, медведь такой сидит на диване, тусят рядом с ним мужика, он мужика обнял и такой... И такой... Аааа, радостный. А мужик ему... Вот так вот. Что ты? Как правило, такие проникновения заканчиваются довольно плохо. Как минимум, дом или мебель в нем после этого приходится ремонтировать. Но этот медведь оказался особенным, что удивило жильцов дома. Он проник в жилище ночью, причем сделал это очень тихо, словно стараясь никого не разбудить. Далее он открыл холодильник и ничего не сделал. Любой другой медведь стащил бы оттуда еду, но кажется, этот хищник просто хотел исследовать содержимое и понять, чем питаются люди. Далее медведь осмотрел шкафы, изучил кухню и спокойно ушел. Наверное, пошел составлять научные отчеты о людях. Че, и холодильник за собой закрыл? Фига. Вечеринка. Когда тебя зовут на вечеринку, то лучше не приходить самым первым, ведь тебя могут запрячь и заставить помочь. Этот медведь явно не знал об этом правиле. Он явился на вечеринку у бассейна раньше всех. Косолапый изучил место проведения тусы, обнюхал шезлонг, прошелся вдоль бассейна и даже потрогал воду. Проверил температуру на всякий случай. В итоге он решил разбудить парня, устроившего вечеринку, о которой тот даже не знал. Забавно, что медведь сделал это очень аккуратно. Парню повезло, что хищник не набросился на него. Ну а когда он проснулся, то медведь решил, что лучше зайдет на другую вечеринку и поспешно убежал. Это, скорее всего, медведь, живущий рядом с людьми. Возможно, поэтому он и не набрасывался. А мне кажется, потрогал он из любопытства. В 2017 году пингвину по кличке Грейп разбили сердце. Самка предпочла ему более сильного самца, что привело к полной изоляции отвергнутого кавалера. Пытаясь утешить бедолагу, сотрудники зоопарка Миясиро подыскали Грейпу замену. Картонное изображение девочки Хулулу в костюме пингвина из популярной медиафраншизы Кимона Фрэнс. Как оказалось, пингвины тоже любят аниме. Грейп влюбился в изображение Хулулу и практически не отходил от нее. Благодаря такой необычной паре зоопарк стал популярным, а у Хулулу и Грейпа появилось полно фанатов в соцсетях. К сожалению, история любви оказалась недолгой. Блин, я бушник. В сенью 2017 года Грейп скончался. Сюрприз! Некоторые животные удивляют людей своим необычным поведением или выходками, а вторые местами, где они оказались. Вы вот знали, что змеи способны гнездиться в кроватях? Возможно, даже в вашем матрасе живет парочка рептилий. Если не верите, то смотрите... В моей постели точно живет одна. В моей постели гнездятся только котики. Зелененькая такая, красивенькая. И одна гиена. Смотрите сами. На этих кадрах парни вспарывают старый потрепанный матрас. А, я помню, кстати, в этих, в мягких игрушках они еще могут за этого... Они в теплые места залазят просто. Когда они добрались до последнего слоя, за которым были одни пружины, то обнаружили настоящее логово змей. Удивленные и напуганные парни не стали бежать прочь, а пересчитали рептилий. Как оказалось, внутри их было около 50 штук. Даже эта картина сама по себе жуткая. Но что еще более жутко, так это осознавать, что на этом матрасе кишащим змеями кто-то спал. Я думаю, на нем уже давно никто не спал. А уже любят в полейницах жить. Там, потому что есть такие пустоты между дровами. И, ну, им там нравится. Они, получается, в какой-то щели залазят и там тусят. Явно у змей нет клаустрофобии. Обмен. Не так давно в Индонезии сформировалась целая обезьянья-бандитская группировка. Обезьяны поняли, что в Индонезии полно туристов и что этим можно пользоваться. Они воруют дорогие вещи у туристов, но не убегают далеко. Они ждут, пока туристы выкупят свою вещь, отдав им что-нибудь вкусное. От суки! Лис, получив вкусняшку, обезьяны отдают ворованное и идут заниматься грабежом и вымогательством дальше. Интересно, что обезьяны воруют не что попало, а лис... Хорошо, реально, что хотя бы это такой способ. Потом, блин, телефон спиздит и пиздец. Лишь ценности. Фото. Иногда дикие животные могут быть не такими уж и дикими. Оба. Если не верите, то история Уилла Берарда Лукаса вас переубедит. Несколько лет назад он прибывал в Ботсване, чтобы сделать серию снимков сурикатов, маленьких жверьков, распространенных на юге... Ох! Такие пусяки! ...фотосъемка... Так понравилась... Кимончики. Да. ...катов, маленьких жверьков, распространенных на юге Африки. Фотосъемка так понравилась сурикатам, что некоторые из них подружились с Уиллом, удивив его своим поведением. Они начали использовать Уилла в качестве смотровой площадки, забираясь на него и осматривая окрестности, а также помогали парню делать снимки, по крайней мере, психологически. Снимки точно получатся отличными, когда рядом с тобой такие необычные ассистенты. Ну, сколько я знаю, сурикаты любят подружиться с каким-нибудь крупным животным. Продолжим нашу подборку захватывающих и даже смешных случаев с животными. Далее вы увидите, как обезьяны делают уборку и ходят на двух ногах, как кит спасает человека, как индюшки водят странные хороводы, а также, как белуха играет в «принеси мячик не хуже собаки». Шимпанзе Если кто-то жалуется вам, что не убирается потому, что не умеет, покажите ему это видео. После нескольких месяцев наблюдения за персоналом зоопарка, этот шимпанзе решил взять веник в свои лапы. Трудно сказать, осознает ли примат необходимость чистоты в клетке, но подметает он очень чисто. Молодец. Черепахи Не все знают, что черепаший панцирь это не только надежная защита, но и отличная ловушка. Вот только попасться в нее может сама хозяйка панциря. Перевернутая на спину черепаха сама подняться не сможет, а если останется лежать на спине, то рискует погибнуть от перегрева или атаки хищника. Как же черепахи выживают в дикой природе? Вся надежда на сородичей. Ученые были поражены, когда узнали, что черепахи успешно используют дефект панциря в своих целях. Во время сезонных сражений за самку противники часто нарочно пытаются перевернуть соперника, а вот товарищи по стае часто спасают друг друга, переворачивая обратно на ноги. Молодцы. Шарят. Вороны. Поначалу кажется, что это... Я не помню где, короче, на каких-то островах, где живут редкие, по-моему, черепахи крупные. На глопогосах или что-то такое, там, короче, работники специальные патрулируют берега, что переворачивают черепах. Ну, там же большие черепахи еще. Ворона просто не понимает, что происходит, но через полминуты становится ясно, что это не просто совпадение. Ворона просто решила покататься с горки и прекрасно осознает, что каждая посадка на заснеженную круглую крышу закончится поездкой вниз. Птица явно весела, ведь скатывалась в Нисона не меньше десятка раз. Играет. Некоторые жители городов уже давно знают о сообразительности. Люди многие недооценивают то, как животные любят дурачиться. Ворон, и даже сотрудничают с ними. Эта девочка по имени Дебби Ну, многие животные играют. Именно играют. Не инстинкты, еще что-то, а именно играют для того, чтобы развлекаться. Я, этот, посматриваешь видосы у Макаренкова, у него, у него, у него есть иногда он там рубрику, так сказать, в новостях про IT, игры и прочее рассказывает что-нибудь там либо про людев, либо про животин. И вот у него было уже пару раз про игровое поведение у животных. Американского города Сиэтл решила подкармливать ворон, а потом обнаружила, что те приносят ей взамен небольшие подарки. Все началось с того, что юная натуралистка стала делиться с птицами частью своего школьного ланча. Родители были не против такого увлечения и даже помогли Дебби построить на заднем дворе большую кормушку. Теперь утро девочки начинается с того, что она меняет воду в поилках и наполняет кормушки орехами. А вскоре рядом с кормушкой вырастает горстка подарков. Монеты, пуговицы, даже фрагменты украшений за несколько месяцев сотрудничества, девочка успела собрать приличную коллекцию даров. В турецком городе Измир овчарку по имени Линда знают многие. Собака прославилась благодаря своим ежедневным визитам на местную автомойку. Бля! Когда настолько любишь чухи-чухи, да? Да. Найтушка явно бы пошел в такое место. В жаркие дни Линда приходит сюда, чтобы понежиться под брызгами прохладной воды. И только посмотрите на эти щетки. Разве человек сможет так почесать за ушком? Белухи. Все знают, что лучшим партнером для игры в «Принеси мячик» будет собака, но как насчет... Да, конечно. Кейчка может это свободно провернуть. Да, натаскала мячик и гоняла мячик. Кита Белухи. В ноябре 2019 года экипаж Южноафриканского исследовательского судна снял необычное видео во время очередной экспедиции. Ученые решили проверить гипотезу о дружелюбности этих китов и предложили проплывающие мимо Белухи сыграть в мяч. Исследователи бросали киту регбийный мяч, а он раз за разом плыл за ним и приносил обратно. Видео быстро стало вирусным в сети. Еще бы, кто же знал, что обитатели океана тоже не прочь поиграть в мячик. Змеи. Думаете, что игривые белухи и подметающие шимпанзе самое странное, что вам довелось увидеть в этом выпуске? Что ж, у меня для вас есть кое-что более странное и даже жуткое. Вы знали, что змей способны летать? Да, оказывается, эти существа способны не только ползать и плавать. Есть, конечно, и хорошие новости. Во-первых, перелетать они могут только на небольшие расстояния. Во-вторых, обучилась этому навыку только небольшая группа, проживающая на территории Южной и Юго-Восточной Азии. Та мать вашу, хорошо! Хорошо, хорошо. Летающие змеи, это что за жопа такая? Саша, ну летающие пауки же тоже существуют. Они летают на своих паутинках. Да, насчет пауков знаю. Помню. Я пауков не особо боюсь, я просто не знаю, какие из них ядовитые и какие из них меня убьют, как со змеями. Ха-ха-ха-ха-ха, поэтому я осторожен ко всем. Для полноценного полета этим змеям требуется дерево. Обычно они доползают до конца ветки, а потом отталкиваются от нее и используют мышцы хвоста. Удивительно, но при планировании... И змея делает свое тело плоским, чтобы использовать аэродинамику для своей выгоды. Фига. Мыши. Известно, что... Шиши. Мышь. Мышь. Подозрительная такая сейчас. И кошь. Кошки обожают ловить мышей, но движет ими больше охотничий инстинкт, чем желание полакомиться. Современных домашних кошек кормят хорошо, так что в поедании пойманных мышей и крыс они не заинтересованы. Недавно выяснилось, что мыши быстро научились извлекать выгоду из такого положения дел. О этом видео живая и невредимая мышь при появлении кошки тут же притворяется мертвым. Ля-ля-ля, такая посматривает, посматривает, где он там, ля ты, мышь. Кошка, конечно же, обходит ее стороной. Кому интересно охотиться на неподвижную добычу? Киты. Морская биологиня Нэн Хаузер плавала рядом с огромным горбатым китом у острова Кука. Увлеченная разглядыванием гиганта, Нэн даже не заметила, как к ним подплыла тигровая акула. Увидев хищника, кит укрыл женщину плавником, а в какой-то момент даже поднял ее на поверхность воды. По словам Нэн, кит защищал ее около 10 минут, кружился рядом, толкал ее плавниками и головой и пытался посадить на себя. Поначалу женщина испугалась, но лишь покинув воду, она поняла, от какой опасности ее спас кит-герой. Есть ли у животных способности к творчеству? Большинство из них никогда не проявляло интереса к красоте без практического применения. Примерно так он и рисует, только у него обычно это все вырисовывается в член. Этот слон из Таиланда другое дело и доказано это многочисленными видеозаписями. Пока слон рисует листики на ветке, его талант может показаться обычной случайностью, но когда он начинает пририсовывать яркие цветы одинаковой формы и размера, становится ясно, что он вполне осознает, что делает. Ля, он хорош. Гориллы. Тем, кто все еще сомневается в происхождении людей от обезьян, обязательно нужно увидеть этот ролик. На этих кадрах запечатлен самец гориллы по кличке Амбам, живущий в британском парке диких животных в английском графстве. на работу идет, как будто утром. Да, вон, смотри, в руках что-то несет. Этот лоточек с ланчем, да? Да. Впервые увидев такой трюк в исполнении примата, сотрудники зоопарка были шокированы. 220-килограммовая обезьяна в какой-то момент решила, что ей удобнее передвигаться на двух ногах, прямо как человеку. Поначалу, никто из исследователей не удивился. Ученым давно известно, что гориллы и шимпанзе иногда могут ходить на двух ногах, например, когда им нужно перенести какой-то предмет, или когда земля оказывается слишком горячей или холодной. Но горилла Амбом пока единственный из представителей своего рода, который освоил технику человеческого передвижения настолько хорошо, что... Какие мохнатые булочки. Пользуются ей постоянно. А как он держит осанку, лучше, чем многие из людей. Да, подтверждаю, я собака сутулая. Хотя у него есть явно гиперлордоз, потому что жопа отклячена. Ну, потому что у него другое строение позвоночника, на длительное прямохождение не рассчитанное. Угу. Орлы. Вараны – род очень крупных хищных ящериц, однако и они часто становятся добычей хищников. Например, орлов. Охота пернатых на хвостатых обычно происходит по одному и тому же сценарию. Орел замечает ящерицу сверху, пикирует на нее и вцепляется покрепче. Чаще всего одного хвата когтей оказывается достаточно, чтобы полностью обезвредить добычу. Однако в этом случае что-то пошло не по плану, и вместо того, чтобы взмыть в небо, орел поехал на ящерицу вверхом. На глазах у... Кабан, блин. И удивительно, я так понимаю, он не проткнул ее даже, хотя у него когти-то большие. У изумленного оператора парочка пересекла асфальтовую дорогу. К сожалению, закончилось все не как в диснеевском мультфильме. В конце концов, ящерица выбилась и сил, а орел получил не только бесплатное такси, но и обед. Ясно, он просто не смог ее, видимо, поднять или проткнуть. И в итоге... Измором взял. Индюшки. Откуда взялась традиция водить хороводы? Возможно, древние люди переняли ее, наблюдая за индюшками. Взгляните на эти кадры. Какую цель могут преследовать птицы, нарезающие круги вокруг дерева? Во славу Садуны, конечно. Причем этот случай не уникальный. Видео с хороводами индюшек не раз снимали в самых разных уголках планеты. Орнитологи долгое время бились над этой загадкой. Должны же быть у подобного поведения свои причины. Предлагались самые разные теории. Например, по одной... Они хотят сформировать индюшин и вихрь. Ты смотри, если три на одном небольшом клочке земли с деревом собираются три индюшки, то все, возникает хоровод. Ну да. Просто были две индюшки, было дерево, ничего не происходило. Подошла третья индюшка, все, хоровод. Это так же, как с металлистами. Если собирается более трех и начинает играть металл, образовывается Circle Pit. Да, да, да. Из версий, к такому приему птицы могли прибегать в случае опасности, чтобы запутать предполагаемого противника. Теория неплохая, но доказательств ей пока не удалось предоставить. Попугаи. Когда речь заходит о неожиданных опасностях, Новая Зеландия мало в чем уступает своей соседке Австралии. Спорим, вы не знали, что дикие попугаи Новой Зеландии едят овец. Часто они... Да. Серьезно? Сейчас узнаешь. Это интересно. Охотятся по ночам, поджидая в траве, а потом стремительно запрыгивают на спину пасущимся овцам. Называется этот плотоядный вид Кеа. Иногда у... Гля, а ну да, они вообще не цветастые. Только вон, чуть-чуть зеленцой отдает. Как у саранчи. У Кеа не сразу получается уцепиться за шкулу овцем. Ты видела, как он его пнул такой? Иногда у Кеа не сразу получается уцепиться за шкуру овцы. Жертва, сопротивляясь, старается сбросить с себя кровожадную птицу. Редко случается, что овца все-таки освобождается от напасти. Чаще всего атакованные птицей животные умирают от полученных ранений и становятся пищей остальных попугаев из стаи. Но зачем вообще этим попугаем охотятся на овец, если они вполне могут прокормиться ягодами и семенами? Ранее, до прихода европейцев, млекопитающих в Новой Зеландии не было, за исключением кроме вида крыс и одного вида летучих мышей. Значит, Кеа до этого времени исключением кроме вида крыс... А, ну, наверное, нутрия это и есть вид крыс, потому что это явно нутрия. Что у него, он перепер... перепенчатые лапы? Крыс и одного вида летучих мышей. Ты подожди, смотри, смотри, ежики зеленые, я думал, у крыс огромные, но у летающих мышей гораздо больше. Ебать. Это кокушки, да? Судя по всему, это кокушки. Блин. И тут я представил Дракулу, который уже очень-очень долго живет, и он решил поспать верх ногами и такой себе такой вот ТА БЛЯТЬ! Ну да, смотри на эту спину, как он флексит своей накачанной спиной. До этого времени не был известен вкус мяса млекопитающих, но из-за недостатка других кормов червей и насекомых попугаи начали охотиться на овец. Используя свои мощные когти и клюв, изначально предназначенные только для лазанья по коре деревьев, эти птицы начали нападать на раненых животных. К счастью, охотиться на млекопитающих попугаю решаются довольно редко и только в очень голодные сезоны. На самом деле кровожадность этих птиц сильно преувеличена местными фермерами, которые долгое время приписывали уменьшение численности скота именно проделкам попугаев. Но так или иначе факт остается фактом. Попугаи, охотящиеся на овец действительно существуют. Такой случай из этого выпуска вас впечатлил. Напишите номер в комментариях. В заключительной части этого выпуска вы увидите общительного леопарда, чайку-таксиста и овцу на качелях. Лови волну. Собаки ловят волну на одном из пляжей Австралии. И кажется, им это очень нравится. Одна из собак забирается хозяину на плечи, а другая встает на передней части доски. Трое этих серферов очень круто смотрятся. Натаран. Посмотрите, акула атакует каноэ с рыбаками. Правда, нападение было спровоцированным, ведь это ловля именно акул. Разъяренная хищница извивалась изо всех сил и расшатывала лодки. Еще бы, ей ведь не хотелось стать добычей. На какой хрен они вообще их ловили? Белка. Видимо, Белка подумала, что умеет так же прекрасно плавать, как и лазать по деревьям, но что-то пошло не так. Заметив лодку, она отчаянно пыталась доплыть до нее. Спасибо людям, которые помогли этому крошечному зверьку. слава богу. Такая, слава богу. Возможно, где-то что-то прыгало с дерева на дерево или еще что-нибудь и ее унесло, а может быть ее поймала какая-то птица и она смогла отбиться и упасть в воду. Полет нормальный. Акулы вкусные? Акулы-хищники, их есть нельзя, по идее. Вообще, насколько я знаю, у них это мочевина выделяется в организме в большом количестве, поэтому их есть нельзя, но их плавники как-то вымачивают и готовят суп. Ясно. Я видела, что у нас продавались акулии плавники в гипермаркете. Надо попробовать, раз уж есть. Сейчас не знаю, есть ли я. Чтобы это не было как с лягушиными лапками бройлерными, такими мощными. А я сейчас, по-моему, нету. Надо гранить. Эх. Я просто понятия не имею, как приготовить. Вот лягушек было легко приготовить. Взял, пожарил, как рыбу. Чайка катается на спине у другой чайки. Вы когда-нибудь видели что-то подобное? Но ты видел? Видел? Вот и я не видел. Через некоторое время пернатый таксист все же сбросил пассажира. Ты такой, Слышь ты! Слышь, колен! Да ты охуешься! Слезь! Агрессивный олень. Фотографу, видимо, не хватало красивых кадров и поэтому он посетил национальный парк в Северной Каролине. Но изначально он наверняка даже не думал, что его работа может быть опасной. Мужчина выбирал нужный ракурс и поэтому решил присесть на землю. Но оленю не очень хотелось фотографироваться. Он начал проявлять к мужчине нездоровый интерес. Агрессивный Бэмби подходил к американцу все ближе и ближе, а потом начал бодать его своими острыми рогами. Мужчина делал так, чтобы его голова всякий раз оказывалась между рогов оленя. Ему ничего не оставалось, как сидеть на земле неподвижно, надеясь, что олень все же утратит к нему интерес. Ну да, у него рога острые, проткнуть может только так. Он не забыл о своей прямой обязанности и все же сделал пару кадров, пока животное стояло спокойно. На помощь бесстрашному фотографу пришел автомобилист. Вот ж говнюк. Стая птиц. Здесь автор заснял вроде бы обычное явление. Птицы садятся на провода, но не тут-то было. Основная масса пернатых заняла несколько кабелей. Все это провисло под их тяжестью. Далее стая птиц взмахивает вверх, а потом следует яркая вспышка света. Надеюсь, что ни одна птица не пострадала. Да не, как раз, как это не печально, скорее всего, одна или какое-то количество вспыхнуло. Мне кажется, как минимум несколько танас распылило. Да, потому что просто так вспышки не получилось бы. Ну да. Слушай, я такое облачение, что что-то попадало. Непонятно, шакально, ну да. Хорошие друзья, прервемся на обед, как эти животные. Обезьяна откусывает кусочек от яблока и протягивает его черепахи. Очень даже мило. В западне. Кенгуру на этом видео попал в настоящую западню. К счастью, на помощь подоспели люди. Бля, ну пиздец. Тут я спорила, как банку из-под краски с головы козьи снимала. Прорезающиеся рожки мешали. Это, 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 это явно сраный давакин намутил. Которые вытащили голову кенгуру из садовой лейки. Считайте. В лейку запихнулась, дурочка. Спасли от верной смерти. Общительный леопард. В Ботсване крайне любопытный и общительный леопард подошел к сафари-джипу и решил поиграть с ногой туриста. Пятнистому, видимо, очень приглянулась модная обувь человека. Хищник сначала потерся о выставленную ногу, потом потрогал лапой, а в итоге, после некоторых колебаний, решил попробовать ногу на вкус. Но вы только посмотрите, это же настоящий котик, только немного больше. Леопард... Идет себя как на это. А этому леопарду очень не повезло, ведь удар электрическим током штука опасная. Как и почему животное там оказалось, не совсем ясно. Может, оно охотилось за птицей, или наоборот, само спасалось от кого-то. Но исход в любом случае печальный. то есть его убило? Просто отдых. Не обращайте внимания, это просто южно-африканские отдыхающие львы. Конечно, владелец дома был потрясен, обнаружив на своей террасе шесть больших загорающих кошек. Кажется, спиной только одна кошка заметила... Так они в тени лежали, какое солнце. И наоборот, охлаждались наглые коджитки. Автолюбитель, вы когда-нибудь видели, чтобы медведь так по-хозяйски подходил к автомобилю, да еще запросто открывал дверь? Видимо, косолапому так приглянулся внешний вид синей шевроле импалы, что он решил заценить салон. Животное совсем не обращало внимания на попытки отвлечь его и залезло на переднее сидение. Через пару секунд медведь задел клаксон. Задел или специально посигналил. Просто он выглядел так, будто не впервые забирался в автомобиль. Да, он не выглядит испуганным, он просто вылез. Я тачка. Подождите пингвина. В Антарктиде очевидцу удалось снять интереснейший момент. Пингвин, пытаясь спастись от преследовавших его... А, я помню, я видел это. ...забрался в лодку с туристами. С первого раза у него не получилось, зато со второго он добрался до цели. В общем, этому красавцу повезло, а вот туристам будет что вспомнить. Ну... Фокус. Время невероятных фокусов. Сначала у бабуина скучающий вид, он смотрит куда-то вдаль. Но стоило человеку сделать несложное действие с предметом в руке, как вдруг реакцию бабуина смотрите сами. Точно, я помню. Да, я помню, но что-то другое там, да, типа тоже фокуса показывали. Обезьянник какой-то. Аллигатор в деле. Не старайтесь шутить с аллигаторами. Они, скорее всего, не поймут этого. Водитель грузовика снимал все происходящее на видео и приближался к аллигатору, видимо, желая посмотреть на его реакцию. А она, в общем-то, не заставила долго себя ждать. Аллигатор одним рывком сорвал бампер транспортного средства. Ебать. Интересно. Стоило оно того? Любитель чистоты. Сотрудник таллиннского зоопарка оставил швабру в вольере с шимпанзе. Знал бы он, что без дела швабра лежать не останется, ведь такой возможностью незамедлительно воспользовался шимпанзе. Животное принялось самостоятельно наводить порядок. Со шваброй шимпанзе управлялся очень умело и со знанием дела. Такое ощущение, что у него во рту сигара. Ааа. Может быть, он долго наблюдал за работой уборщиков пола, а потом перешел к окнам вольера. На качелях. Хоть овца попала в эти самодельные качели из покрышки не по своей воле, но выглядит это очень даже забавно. В это же время за затруднительным положением этой незадачливой овечки с любопытством наблюдают и другие овцы из стада, что делает ситуацию еще более конечной. Такое ощущение, что она не очень-то и расстроена тем, что она туда попала. Обезьяна-реаниматор. Этой обезьяне после встречи с электричеством повезло больше, чем леопарду, о котором я уже рассказывал. Жалко котика. Ну, кстати, я подумал, что его просто вырубила и не убила, потому что он не обгоревший, ничего. Не, у него лапа была обгоревшая. Она черная была, обычно вот такие черные метки от электрического тока остаются. Ну, я думал, что от такого сильного удара током там не только лапа обгорит, а вся шерсть. Из друзья, не бросившие ее в беде, обезьяна начинает самоотверженно спасать жизнь своего товарища прямо на рельсах железной дороги. Она хватается родича и начинает трясти его, бить и опускать в воду, пытаясь хоть как-то привести его в сознание. По словам очевидцев, снимавших происходящее, обезьяна на протяжении 20 минут предпринимала попытки, чтобы спасти друга. И ей это, к счастью, удалось. Дорогой! Тебе опять приснился страшный сон? Нет, дорогая, я... кто-то ударил меня? Мой зайчик. Соскучился по людям. Все нуждаются в любви. И этот милый орангутанг с индонезийского острова Суматра не исключение. Увидев прогуливающихся туристов, орангутанг радостно устремился им навстречу и схватил женщину за руку. Дружелюбное животное минут пять не хотел отпускать новую подругу. Кто-то из туристов предложил ему свежий фрукт и только после этого он отпустил женщину. Тури... Ля, вцепился. Дружелюбно в заложники ее взял. Туристы подумали, что орангутанг хотел получить что-то вкусненькое, поэтому и схватил женщину за руку. Однако, по мнению экспертов, он не искал никакой выгоды. Они предположили, что обезьяна выросла в реабилитационном центре в окружении людей и только потом оказалась в дикой природе. В центре она могла привыкнуть к любви и ласке, тому, чего на воле ей не хватало. А встретив людей, она увидела в них друзей и хотела показать, что она очень скучала. Любопытный великан На этих кадрах самое высокое животное на Земле тоже проявило интерес к людям. Посмотрите, как любопытный жираф при встрече с человеком обнюхивает его. При этом, в глазах животного нет ни капли агрессии, а лишь интерес. Обратите внимание, как мужчина ведет себя. Не отпугивает от себя этого миролюбивого зверя и не убегает. Он позволяет жирафу исследовать себя. Очень разумное действие. Кругом обман. О нет, птица, уходи оттуда, там же ястреб. А, окей, ты не настоящая. А, дошло, шло? Интересно, а как скоро хищная птица догадается об этом? Она царапает пластиковую статуэтку своими острыми когтями, но утка никак не реагирует на происходящее. А прекрати портить уточку! Поддельная стася! Ястреб просто в замешательстве. Видимо, у него такое впервые. Четвероногий папаша. Знакомьтесь, лабрадор по кличке Фред из Британии. Он усыновил девять утят. К сожалению, мама утят съела лиса, но они недолго оставались сиротками. Ухаживать за птенцами принялся Фред. К обязанностям многодетного отца он относился ответственно. Охранял, грел, вводил на водопой, а также катал утят на спине. Отец года. Жизнь чайки. Вы когда-нибудь хотели увидеть жизнь глазами птицы? Благодаря хитрым чайкам и беспечным туристам у нас появилась такая возможность. В начале видео мы видим семью, которая установила камеру на песок, чтобы заснять себя на видео с расстояния. Зря... Вообще камера. Вопрос, почему он сказал на песок? Это нихрена не песок. Либо это опять не то видео. Вдали я вообще вижу туман. Это такое ощущение, что горы какие-то. ...которая установила камеру на песок, чтобы заснять себя на видео с расстояния. Зря они это сделали, ведь проворная чайка спикировала вниз именно за их гаджетом. На самом деле туристам повезло. птица схватила камеру из чистого любопытства и позже бросила ее. Но перед этим девайс проделал немалый путь... А, ясно. Он изначально с песка ее спер. ...в клюве у чайки не прекращая вести съемку. Узнав об этой истории, маркетологи GoPro пришли в восторг. Видео с жизнью глазами чайки тут же выложили в сеть, где оно стало вирусным. Грабители. Придя на работу ранним утром, сотрудники одного из банков в американском штате Калифорния обнаружили, что ночью в помещение проникли грабители. Злоумышленникам удалось сбежать, но на их преступления красноречили... Е-о-моё, ты ля. Попрокинули все. Медведи, что ли? Миво намекали грязные следы от лап, оставшиеся буквально подсюда. Работники бросились смотреть камеры, и вскоре грабителей удалось опознать. Это были два енота, которые умудрили... Ля. Навели суеты. Пробраться внутрь офиса... Мне нравится эта... Подпись, это... Это... Ограбление банка в масках, или как ограбители банка в масках. Как они выглядели, какие у них были лица? Блин, не знаю, на них были маски. Попрокинули, это были два енота, которые умудрились пробраться внутрь офиса, несмотря на все системы безопасности. Однако, интересовали воришек не деньги и драгоценности, а несколько банок с печеньем, которые офисные сотрудники оставили на ночь на своих столах. Ореховые печенья, я его обожаю, ну ты понимаешь. Охрана банка подозревает, что звери проникли внутрь помещения через воздуховод, конец которого находится на крыше здания. По словам работников банка, ущерб был нанесен небольшой. Известно, что на потолке было несколько сломанных плиток. Также, еноты разбросали бумаги и даже перевернули компьютер. Сами животные не пострадали. На камерах видно, что они не стали задерживаться надолго. Получив то, зачем пришли, еноты исчезли так же легко и быстро, как появились. Побег из зоопарка. Насколько умны обезьяны? Мы знаем множество удивительных примеров, доказывающих их интеллект, но вот вам еще один. Эта небольшая обезьянка из зоопарка нашла заточенный камень, подошла к защитному стеклу и нанесла по нему несколько ударов заостренной частью камня. Хера себе. А там, по-моему, еще разбитое стекло, да? Или мне кажется? По-моему, да. Через несколько секунд многослойная защита трескается. Неизвестно, удивилась ли результат у сама обезьяна, но вот посетители зоопарка по другую сторону стекла явно немало перепугались. К счастью, побег не удался, но на что способна эта малышка, если сможет продумать бегство более тщательно? Впечатляющий плевок. Что-нибудь слышали о способностях лам очень метко плеваться? Да, наслышаны. Больше, чем о верблюдах. Ага. Они более плевучие, скотины. Наверняка, многие из вас об этом слышали, но только единицы видели лам в деле. Что ж, смотрите сами. Непонятно, почему родители вообще разрешили ему подойти так близко к огромному животному. Ну да. Лама намного менее опасна, чем тигр, но укусить она тоже может весьма болезненно. К счастью, на этот раз лама приберегла для любопытного мальчика менее суровое наказание. Хотя, как посмотреть? Ха-ха! Ну он в очках, так что ничего страшного. Этот. Все такое себе. Как он, блин? Что там? Бельмо на глазу не появится и этот новый не выскочит. Как он? Что там на глазах? Ячмень? Ячмень, да. Впечатляющий плевок. Не так ли? Было интересно. Видос длинный, но интересненький. Ну, это ж истории про животин. Спасибо за просмотр. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова